Печаль сатаны А голос Всевышнего таинственно и страшно прозвучал ему в ответ. Люцифер, сын утра, ты знаешь, что ни одно пустое, необдуманное слово не должно быть произнесено передо мной. Свобода воли есть дар бессмертности, а потому ты должен исполнить то, что сказал. Не звергнись, гордый дух, своего высокого положения. Ты с твоими последователями и возвратись только тогда, когда человек искупит твою вину. Всякая человеческая душа, поддавшаяся твоему искушению, послужит новой предрадой между тобою и раем. Но тот, кто по собственной воле оттолкнет и отгонит тебя, приблизит тебя к твоему потерянному достоянию. Когда мир отвергнет тебя, я прощу и вновь приму тебя, но не раньше. Я никогда не слыхал такого объяснения, сказал я. Мысль, что человек должен искупить дьявола, мне незнакома. Да, — переспросил Луся. Во всяком случае, это изложение не менее правдоподобно, чем другие. Несчастный Люцифер. Его наказание бесконечное, и расстояние между ним и раем увеличивается с каждым днем. Человек никогда не поможет ему искупить свою вину. Человек отвергнет Бога с удовольствием, но дьявола никогда. Принимая во внимание эти странные условия призывора, подумайте, как этот Люцифер, сын утра, или просто сатана, должен ненавидеть человечество. Я улыбнулся. У него остается одно средство — никого не искушать. Вы забываете его обет. Сатана обязан сдержать свое слово, сказал Римонез. Он поклялся перед Богом, что сгубит человека. Он должен исполнить свою клятву, насколько возможно. Ангелы не могут клясться перед Всевышним и не исполняют своих клятв, насколько это возможно, и не исполнять. Люди клянутся постоянного имя Бога, не имея даже намерения совершить обещанное. Все это пустяки, прервал я нетерпеливо. Это старая легенда и сущий абсурд. Вы передали рассказ хорошо, как будто бы вы сами верите в его правдивость, но это лишь потому, что вы умеете говорить красноречиво. В наше время никто больше не верит ни в дьявола, ни в ангелов. К примеру, скажем, я сам не верю в существование души. — Я знаю, что вы не верите, — ответил Лусио мягко. — Ваш скептицизм очень удобен. Он снимает с вас всякую ответственность. Я завидую вам, ибо как мне не жаль, но я принужден верить в существование души. — Принужденный, — повторил я, — это даже смешно. — Никто не может заставить вас принять за истину пустую теорию. Лусио посмотрел на меня с загадочной улыбкой, которая скорее омрачила, чем осветила его красивое лицо. — Правильно. Весьма правильно. Во всей Вселенной нет принудительной силы. Человек — верховное, независимое существо, хозяин всего, что видит. Он не подчиняется никакой власти, кроме собственной воли. Но я увлекаюсь. Оставим религию, психологию, и будем говорить об единственном сюжете, достойном интереса — о деньгах. Я вижу, что ваши теперешние планы уже составлены. Вы хотите издать книгу, которая должна произвести сенсацию и дать вам славу. Желание скромное. Нет ли у вас более широкого тщеславия? Существует множество способов для достижения того же самого, а именно, чтобы о вас говорили. Хотите, я вам перечислю их? Я засмеялся. Если хотите, ну так. Прежде всего надо, чтобы про вас напечатали в газетах и потрубили факт, что вы редко богатый человек. Я укажу вам агентов, которые занимаются этими делами. Это будет вам стоить от двадцати до тридцати фунтов. Я широко раскрыл глаза. Неужели это практикуется? Спросил я. Да, милый друг. А как же иначе? Сказал Луисин нетерпеливо. Неужели вы думаете, что на этом свете что-нибудь делается безвозмездно? Ради чего эти несчастные трудящиеся журналисты станут обращать внимание публики на вас, если они ничего не получат за свои хлопоты? Если вы не подкупите их, то они выругают вас без всякого вознаграждения. За это я вам ручаюсь. Я знаю одного такого агента, очень достойного человека, который за сто фунтов так искусно сделает свое дело, что через несколько недель публика будет убеждена, что единственное, о ком стоит говорить, это о Джеффри Темпест и его миллионах, и что после его высочества, принца Валлийского, нет более важного человека, чем он. Поговорите с ним, пробормотал я лениво, дайте ему двести фунтов. Тогда весь свет будет говорить обо мне. После того, как о вас заговорят газеты, продолжал Риманес, вам обязательно надо проникнуть в так называемое высшее общество. Только тут следует действовать постепенно и с крайней осторожностью. Вы представитесь королеве на первом ее приеме, после чего будет довольно легко достать приглашение к одной из первых леди города, где вы встретитесь с принцем Валлийским. Если вам удастся понравиться его высочеству или чем-нибудь угодить ему, то тем лучше. Я думаю, что это будет не особенно трудно, так как он один из самых популярных принцев Европы. Вскоре после этого вы должны купить себе великолепное поместье, объявить об этом в газетах, а тогда уже вы можете отдыхать на лаврах. Общество подхватит вас, и вы окажетесь в течении. Я весело расхохотался, его план действий забавлял меня. На вашем месте, продолжал Лусио, я не стремился бы попасть в парламент. Для карьеры джентльмена это более не нужно. Но я посоветовал бы вам выиграть дерби. — Конечно, — ответил я весело, — предложение ваше великолепно, но трудноисполнимо. — Если вы хотите выиграть дерби, — возразил князь спокойно, — то вы выиграете его. Я гарантирую вам и лошадь, и жакея. В ее голосе прозвучала такая уверенность, что я нагнулся, чтобы рассмотреть выражение его лица. — Вы хотите совершить чудо? — спросил я шутливо. — Неужели вы говорите серьезно? — Испытайте меня, — ответил князь. — Если хотите, я запишу лошадь от вашего имени. — Если не слишком поздно и вам не очень затрудительно, то запишите, — ответил я. — Предоставляю вам полную свободу действий, только предупреждаю вас, что я не особенно интересуюсь ни скачками, ни бегами. — Придется вам изменить ваши вкусы, — ответил князь. — Конечно, если вы дорожите мнением английской аристократии, которая ничем другим не интересуется, вы не найдете в высшем свете ни одной дамы, которая не играла бы на тотализаторе. — Вы можете произвести сенсацию в литературном мире, но это будет ничто в сравнении с вашей славой, если вы выиграете дерби. — Лично я занимаюсь очень много скачками, я обожаю их. — Я присутствие на всех бегах, не пропуская ни одного, я всегда играю и никогда не проигрываю. — Но позвольте мне начертать вам дальнейший план действий. — После того, что вы выиграете дерби, вы должны принять участие в гонках и яхт, но в последнюю минуту дать выиграть принцу Валийскому. — Потом вы дадите большой обед, приготовленный первым поваром столицы, и будете кормить его высочество по звуке «Британия царит над волнами». — Вы произнесете приездственную речь, и результат всего этого будет одно или два приглашений ко двору. — Видите, как это все просто и легко складывается. — К концу лета вы должны поехать в Гамбург и пить воды, даже если они вам не нужны. — А осенью вы соберете общество охотников в вашем новом поместье и пригласите его в высочество перестрелять всех ваших фазанов. К этому времени ваше имя будет достаточно известно, и вы можете жениться на любой красавице, находящейся в данную минуту на брачном рынке. — Благодарю вас, — воскликнул я, смеясь от души. — Честное слово, Луся, — ваша программа совершенна. Вы ничего не забыли. — Вот все, что требуется для общественного успеха, — продолжал Луся серьезно. — Оригинальность и ум не нужны, лишь бы были деньги. — Вы забываете мою книгу, — заметил я. — Я знаю, что она не лишена ни ума, ни оригинальности. Не может быть, чтобы она не способствовала моему успеху в высших сферах. — Сомневаюсь, — ответил Риманес. — Сильно сомневаюсь. — Ваша книга, очевидно, будет принята благосклонно, как произведение богатого человека, забавлявшегося литературой. Но, как я говорил вам раньше, гений редко развивается под влиянием богатства. Кроме того, высшее общество не может выбить себе из головы, что литература произведения низших классов. — Этот сорт людей так интересен, — говорят обладатели синей крови, — как бы извиняюсь, что они знакомы с каким-нибудь литератором. — Вы легко можете себе представить аристократку времен Елизаветы, говорившую своей подруге. — Вам все равно, моя милая, если я приведу вам некого Вильяма Шекспира? — Он пишет пьесы и чем-то там занимается. В театре Глобуса я даже подозреваю, что он играет на сцене, бедняжка. Он по себе средств, но эти люди всегда забавны. — А вы же, мой дорогой темпец, далеко не Шекспир, но ваши миллионы дадут вам больше успеха, чем великому трагику. Вам не придется искать покровительство или заучивать реверанс для милорда или миледи. Эти высокопоставленные лица будут слишком счастливы занять у вас денег, если вы на это согласитесь. — Я не буду не давать займы, не дарить, — сказал я. — Не дарить, — повторил, глаза одобрительно сверкнули. — Я очень рад, — продолжал он, — что вы не намереваетесь тратить ваших денег на так называемые добрые дела. Это очень разумно. Тратьте на самого себя, и ваши траты все-таки принесут пользу многим. К сожалению, я действую иначе. — Я помогаю благотворительным обществам, отзываюсь на воззвание и даю пособие неимущему духовенству. — Это меня трогает, — перебил я его. — Тем более, что, судя по вашим словам, вы не христианин. — Нет, — сказала Риманес в его голосе, послышалась насмешка. — Но вы не понимаете моих мотивов. Многие протестантские священники стараются погубить религию, кто лицемерием, кто жадностью. И когда они ищут моей поддержки для такой благой цели, я даю, не считая. Я засмеялся. — Вы не можете не шутить, — сказала я, бросая в камин окурок сигары. — Я вижу, что вы любите смеяться над собственными добрыми делами. Я не докончил, так как в эту минуту вошел Амел, неся телеграмму на серебряном подносе. Открыв ее, я увидел, что она от моего редактора. Содержание было следующее. — С удовольствием принимаю книгу, пришлите немедленно рукопись. Я торжественно показал депешу князю, он улыбнулся. — Конечно. — Разве вы могли ожидать другого ответа? — Только ваш издатель должен был бы редактировать свою телеграмму иначе. Я не думаю, что он принял бы вашу книгу с удовольствием, если бы ему пришлось потратить свои деньги. — С удовольствием принимаю деньги за печатание вашей книги. Вот настоящий смысл его послания. — Ну что же вы намерены делать? — Я займусь этим сейчас, — ответил я и весь затрепетал от предвкушаемого наслаждения при мысли, что приближается час, когда я могу отомстить своим врагам. Надо напечатать книгу как можно скорее. Я с удовольствием сам займусь всеми подробностями. А что касается других моих планов, предоставьте их мне, — сказал Риманес, кладя свою красивую белую руку мне на плечо. Предоставьте их мне и будьте уверены, что я подниму вас до самой высоты светского тщеславия. Это будет зрелище, возбуждающее зависть людей и удивление ангелов. Следующие три-четыре недели пролетели в каком-то вихре возбуждения. Когда они пришли к концу, я с трудом узнал себя бедного труженика в беспечном расточительном светском лентяе, с которого я превратился. Изредка мое ужасное прошлое поднималось перед моим умственным взором. Я узнавал ее с чувством омерзения. Я видел себя опять усталым, голодным и скверно одетым, быстро писавшим в своей убогой квартирке. Но, несмотря на все свое несчастье, я тогда был утешен чудными мыслями, которые превращали бедность в красоту и одиночество, в любовь. Теперь же дух творчества во мне дремал, я ничего не писал и ни над чем не задумывался. Но я чувствовал, что эта умственная апатия лишь проходящие явления, нечто вроде каникул, заслуженных мной моими долгими страданиями. Моя книга почти уже вышла из печати, и, может быть, из всех удовольствий, испытанных мною. Самое большое было именно корректура печатных листов, по мере того, как я получал из редакции. Но даже самодовольственное чувство автора имело свою обратную сторону. В данном случае мое огорчение несло довольно оригинальный характер. Я читал свое произведение с удовольствием. В этом случае я не отставал от современных писателей, которые все восторгаются своими сочинениями. Но мой самодовольный литературный эгоизм был смешан с чувством неприятного удивления и даже недоверия, так как моя книга была написана восторженно и с чувством излагала идеи и теории, в которые я лично не верил. «Как это могло случиться?» – спрашивал я себя. «Я даю публике совершенно ложное понятие о себе». Я задумался над этим. Вопрос показался мне затруднительным. Как я мог написать эту книгу, шедшую вразрез, со всеми своими теперешними убеждениями? Мое перо сознательно или бессознательно начертало то, от чего мой рассудок совершенно отмахивался. Я говорил о существовании Бога и о непременном прогрессе человечества, тогда как, безусловно, отрисало одно и другое. Когда я позволял себе мечтать о таких возвышенных и глупых теориях, я был беден, голоден и одинок. Вспомнив эти обстоятельства, я немедленно приписал им свое ложное вдохновение. Но было нечто увлекательное в скрытом учении моей книги, и как-то раз, окончив корректуру готовых печатных листов, я подумал, что мое произведение нравственно стояло гораздо выше меня самого. Эта мысль причинила мне минутное страдание. Я оттолкнул от себя бумаги, нетерпеливо встал и подошел к окну. Шел сильный дождь. И улицы были черные от толстого слоя мокрой грязи. Весь вид был бесконечно грустен, и мысль, что я богатый человек, нисколько не уничтожила чувство непонятной тоски, которая внезапно овладела мною. Я был один. Я занимал в гостинице целый ряд комнат недалеко от князя Римонез. Я также имел своего камердинера, славного малого, которого я полюбил за то, что он питал такое же инстинктивное отвращение к Амиелу, как и я. У меня также была своя карета с парой рысаков, свой личный кучер и выездной. Так что князь и я, несмотря на всю нашу дружескую интимность, не рисковали мешать друг другу, имели каждое свое отдельное хозяйство. Но в этот злосчастный день я был в более тоскливом настроении, чем самые скверные часы прошлого, несмотря на то, что в действительности я не имел ни малейшего повода к огорчению. Мое состояние было в моих руках. Я пользовался великолепным здоровьем, и у меня было все, что я мог желать. И к тому же еще сознание, что если мои желания увеличатся, у меня достаточно средств, чтобы удовлетворить их. Под надзором Луся меня так ловко рекламировали, что я увидел свою фамилию почти во всех лондонских газетах. Про меня говорили, как про нашего знаменитого миллионера. Могу здесь прибавить для выгоды публике, что одна очень известная фирма берется за 40 фунтов стерлингов напечатать что угодно. Про кого угодно? В 400 газетах. Конечно, лишь бы это не было дезинформацией. Этим объясняется многое, и между прочим, почему имена некоторых авторов постоянно попадаются на глаза публики. А другие, более заслужившие внимания, никогда. Заслуги тут ни при чем. Деньги играют первую роль. Постоянное появление моего имени в печати, с описанием моей наружности, моего литературного таланта и намеков на мои миллионы – все это было написано самим Луся и передано в агентство реклам с уплатой вперед – привело к тому, что я получал безграничное число приглашений на всевозможные общественные и артистические собрания и столько же прошений от бедных. Я был принужден иметь своего секретаря, занимавшего комнату в той же гостинице, как и я, и работавшего почти целый день. Конечно, я отказывал категорически всем денежным просьбам. Никто не помог мне во время моей нищеты, кроме моего старого товарища Бофлс. Никто, кроме него, не выразил мне даже искры симпатии. Я решил теперь быть таким же жестоким и бессердечным, как они. Я почувствовал какое-то сильное наслаждение, прочитав письма двух или трех литераторов, просящих у меня место секретаря или компаньона, а в крайнем случае немного денег в долг, чтобы помочь им перенести тяжкое переходное время. Один раз этим просителем был как раз журналист в одном из известных вестников, который когда-то обещал достать мне работы, и вместо этого, как я узнал впоследствии, отговорил редактора дать мне занятие. Он, конечно, ни одной минуты не воображал, что Темпес – миллионер, и Темпес – умирающий с голоду литератор, один и тот же человек. Вообще мало кто думает, что богатство может выпасть на долю автора. Я написал ему сам, дав ему понять то, что, по-моему, он должен был и знать, и поблагодарил его с некоторой иронией за его дружескую помощь в тяжелое для меня время, сознаю, что в ту минуту я испытал всю сладость мести. Конечно, я больше про него не слыхал, но думаю, что мое письмо не только удивило его, но и возбудило в нем разные размышления. Но, несмотря на все эти преимущества, откровенно говоря, я не был счастлив. Я осознавал, что все удовольствия в мире к моим услугам, и все же, стоя у окна и наблюдая за упорно лившим дождем, я чувствовал, что в тяжей жизни больше горечи, чем сладости. Например, я напомнил газеты осторожно редактированными, видными объявлениями о своей книге, и помнил, как во времена бедности я мечтал об этом. Теперь же они не доставляли мне никакого удовольствия. Мне даже надоело видеть свое имя в газетах. Конечно, я еще ожидал многого от публикации своей книги, и с нетерпением ждал, когда она выйдет. Но сегодня даже эта мысль утеряла свою прелесть, благодаря только что испытанному неприятному впечатлению, что суть романа идет вразрез с моими внутренними убеждениями. Туман медленно подымался, застилая, и без того темная дождя улицы. С чувством мерзения к себе и погоде я отошел от окна и уселся в кресло у камина. Помешав уголь, так что он загорелся ярким пламенем, я начал думать, что предпринять, чтобы рассеять меланхолию, которая так, как туман, лондонских улиц угрожала заполнить мой ум. Кто-то постучался в дверь. В ответ на мое нетерпеливое «Войдите», явился Риманес. «Как, Темпест, вы в темноте?» — воскликнул он радушно. «Зачем вы не зажгли электричество?» «Этого огня достаточно для моих дум», — ответил я сердит. «А, вы думали?» — спросил он, смеясь. «Не думайте, это прескверная привычка». «Никто теперь не думает. Нынешнее поколение этого не выдерживает, головы слишком слабы. Стоит только подумать, и вся гармония общественного строя внезапно исчезает. К тому же это прискучное занятие». «Я сам это нахожу», — ответил я мрачный Лусио. «Что-то во мне неладно». Глаза князя сверкнули, полунасмешиво и полувопросительно устали на меня. «Неладно?» — «Не может быть. Разве вы не один из самых богатых людей мира?» Я пропустил иронию мимо ушей. «Послушайте, мой друг», — сказал я серьезно. «Вы знаете, что последние две недели я был занят корректурой своей книги». Он утвердительно кивнул головой. «Я почти докончил свой труд и пришел к заключению, что книга не я. Она нисколько не передает ни моих убеждений, ни моих мыслей. Я не могу понять, каким образом я мог написать ее». «Вы находите ее глупость?» — спросил Луся с видимым участием. «Нет», — ответил я с нескрываемым возмущением, — «я не нахожу ее глупой». «Скучной?» — «Нет, она не скучна». «Сентиментально?» — «Нет». «Ну что же, мой друг, если книга ваша не глупа, не скучна и не сентиментальна, то в чем же дело?» — воскликнул весело Луся. «Дело в том, что она выше меня», — я говорил с горечью. «И она несравненно выше. Теперь я не мог бы написать ее. Удивляясь, как я и тогда был способен на это. Луся, я, пожалуй, говорю глупости, но мне кажется, что я нравственно стоял выше, когда писал эту книгу. Я стоял на высоте, с которой с тех пор упал». «Мне жаль это слышать», — ответил князь. «Судя по тому, что вы говорите, вся беда в том, что вы писали высокопарно. Это нехорошо, очень нехорошо. Ничего не может быть хуже. Писать о высших чувствах и стремлениях — великое прегрешение, и критики вам этого никогда не простят. Я от всей души сочувствую вам, мой друг. Я не воображал, что вы в таком отчаянном положении». Я засмеялся, несмотря на мое угнетение. «Вы неисправимы, Лусио», — сказал я. «Но ваша веселость действует на меня ободряюще. Я хотел лишь объяснить вам, что в моем творчестве проведена мысль, которую я будто бы разделяю, а на самом деле это не так. Мое «я», мое теперешнее «я», нисколько не симпатизирует ей. Должно быть, с тех пор я изменил свои воззрения». «Изменили? Еще бы не изменить!» — И Луся захохотал. «Обладание пятью миллионами фунтов должно повлиять на человека или в хорошую, или в дурную сторону. Но, по-моему, вы тревожитесь совсем напрасно. Вы можете прожить столетия и не встретить автора, описавшего то, что он в действительности думает. Когда это бывает, писатель становится бессмертным. Наша планета слишком ограничена, чтобы вместить больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира. Итак, не тревожьтесь. Вы не подходите ни к одному из них. Вы принадлежите веку темпест. А наш век — недолговечный век декаденства. Всякая эра, в которой любого деньгам господствует над всем остальным, гнила с самого корня и должна погибнуть. История нас учит этому. К сожалению, никто не внимает ее голосу. Приметьте особенности нашего времени. Искусство подчиняется любви к деньгам. Литература, политика, религия — так же. Вы не можете миновать общие болезни, и никто не способен уничтожить сразу это зло. Менее всего вы с таким избытком богатства. Князь приостановился и упорно молчал, глядя на красные угольки в камине. «Прибавлю лишь одно», — продолжал Луся тихим, грустным голосом. «Оно, пожалуй, покажется вам смешным. Однако это неоспоримая истина. Для того, чтобы писать с чувством, вы должны чувствовать. Когда вы писали вашу книгу, вы были в состоянии человека-ежа. До такой степени была развита ваша чувствительность. Вы были покрыты иглами, которые отзывались на все явления приятные и неприятные, воображаемые и настоящие. Некоторые люди стремятся к таким ощущениям. Другие же предпочитают не испытывать их. Теперь же, как человек-еж, вы не имеете больше повода для страха, негодования или самозащиты. Ваши иглы притупились в приятном бездействии, и вы почти перестали чувствовать. Вот и все. Переменным взглядом, на которые вы жалуетесь, легко объяснимо. Вы ничего не чувствуете и удивляетесь тому, что было время, когда вы чувствовали. Спокойная уверенность его тона раздражила меня. «Неужели вы считаете меня вполне бездушным?» воскликнул я. «Вы ошибаетесь, Луси. Я чувствую и очень сильно. Что вы чувствуете?» спросил Риманес, пристально глядя на меня. «В нашей столице сотни несчастных, которые умирают с голоду. Сотни женщин и мужчин на краю самоубийства. Что же вы чувствуете по отношению их? Разве их горе тревожит вас?» Сознайтесь, что нет. Вы никогда не думаете о них. Да и зачем бы вам думать? А одно из самых больших преимуществ богатства – это возможность удалить от себя зрелища чужих, страданий и невзгод. Я ничего не ответил. В первый раз я возмутился правдивости его слов. Именно потому, что они были правдивы. Увы, Луси. Луси. Если бы я знал тогда, что я знаю теперь. Вчера, продолжал он тем же тихим голосом, ребенок был раздавлен как раз против в нашей гостинице. Это был лишь бедный ребенок. Заметьте это. Лишь. Его мать с криками выбежала из боковой улицы, как раз в то время, когда увозили бесформенную массу маленькой жертвы. Она дико разводила руками и отталкивала людей, желавших увезти ее. Потом с криками раненого животного, несчастная, упала назначь. Мертвая. Это была лишь, бедная женщина, еще одно лишь. В газете явились три строки под заглавием. Печальный случай. Наш швейцар был свидетелем всей сцены. Он стоял на пороге и следил за происходившим спокойным равнодушием зрителя в театре. Ни один мускул его лица не дрогнул, и ничто не изменило спокойного величия его положения. Однако десять минут спустя он весь засуетился, усаживая вас, мой милый Джеффри, в вашу карету. Это набросок из современной жизни, а наряду с этим религия говорит, что мы все равны перед Господом Богом. На это нас нисколько не тревожит. Мы давно перестали задумываться над тем, каковы мы должны быть в глазах Божьих. Я рассказал вам все это не для морали, я просто передал вам печальные случаи. «И убежден, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого раздавили, ни матери, умершей внезапно от разрыва сердца. Пожалуйста, не говорите, что вы жалеете о них, я знаю, что это неправда». «Как можно жалеть о людях, которых мы невидимы не знаем?» «Начал я». «Именно», — перебил Луся, «как это возможно?» «Вот вам еще одна непровержимая истина. Как может чувствовать наше «я», когда оно находится в таких удобных условиях, что ничего не сознает, кроме животного удовлетворения?» «Итак, мой дорогой Джеффри, вы должны довольствоваться тем, что наша книга — отражение вашего прошлого. Вы тогда находились в чувствительном периоде вашей жизни. Теперь же вы обложены толстым слоем золота, защищающим вас от посторонних влияний. В былое время многое волновало и расстраивало вас. Пожалуй, даже заставляло вас кричать от возмущения. В приливе жестокого страдания вы могли бы протянуть руки и схватить, конечно, бессознательно крылатое существо, называемое славой. Но, увы, вы перестали страдать. «Вы должны были бы быть оратором», — заметил я, вставая с своего места и начиная ходить взад и вперед по комнате. «Но для меня ваши слова неутешительны, и я не думаю, чтобы они были верны. Слава достигается довольно легко». «Простите мое упорство», — перебил меня Лусио, как бы извиняясь. «Известность достигается легко, очень легко. Несколько критиков, которых вы угостите хорошим обедом с дорогими винами, дадут вам известность. Но слава — это голос всей цивилизованной публики всего цвета». «Публика», — повторил я презрительно, — «публика любит дрянь». «В таком случае жаль, что вы обращаетесь к публике», — ответил князь, улыбаясь. «Если вы такого плохого мнения о ней, зачем вы даете ей плоды вашего мозга? Она не достойна столь редкого подарка». «Не берите пример с неудавшихся авторов, которые, изведенные невозможностью продать свои произведения, изливают желсть на безответную публику. Однако эта самая публика — лучший друг автора и самый верный критик. Но если вы предпочитаете презирать ее совместно с литераторами, создавшими общество взаимного почитания, я вам скажу, что надо сделать. Напечатайте двадцать экземпляров вашей книги и раздайте их главным писателям обозрений. После появления критических статей, за которые я отвечаю, ваш редактор должен объявить в газетах, что первое и второе большие издания нового романа Джеффри Темпест иссякли. Сто тысяч экземпляров были проданы в одну неделю. Если это не разбудит мир, то я буду поражен». Я засмеялся, его веселье невольно заражало меня. «Этот план не хуже многих, которыми пользуются современные издатели», — сказал я. «Громкая реклама литературных товаров напоминает мне неустанные крики мелких торговцев. Но я до этого не дойду. Я достигну славы законным путем, если это только возможно». «Но это невозможно», — объявил Луся с широкой улыбкой. «Вы слишком богаты. Одно это уже незаконно в литературе, любящей украшаться бедностью, как иной цветком в петлице. Сражение будет неравное. Факт, что вы миллионер, конечно, сначала склонит весы в вашу сторону. Свет не может противостоять деньгам. Если какой-нибудь бедняк выпустит книгу одновременно с вашей, то у него не будет и тени успеха. За рекламу ему будет невозможно заплатить, и критиков он также не сможет угостить обедом. А если бы на деле оказалось, что у него больше таланта, чем у вас, и несмотря на это вы бы пользовались успехом, а он нет, то ваш успех был бы незаконный. Но все это неважно. В искусстве, если и не в чем другом, в конце концов хорошее берет верх». Я ничего не ответил. Но встав со своего места, подошел к столу, свернул корректированные мной листы и, написав адрес типографии, позвонил своего человека Морриса и приказал отнести их по назначению. Сделав это, я обернулся к Лусеву и увидал его, все еще сидевшим перед камином. В его позе было что-то грустное. Одной рукой он прикрывал глаза, чтобы защитить их от ярко-красного пламени. Я пожалел, что высказанные им горькие истины возбудили во мне хотя бы минутное раздражение, и подойдя к нему, я ласково взял его за плечо. «Ну что же, Лусио?» спросил я. «Теперь вы в меланхолии?» «Мое настроение заразило вас!» Опустив руку, он взглянул на меня. Его большие глаза блестели, как у нервной женщины. «Я задумался», — сказал он с чуть слышным вздохом. Задумался над своими последними словами, что в конце концов все хорошее берет верх. Действительно, в мире искусство это так. Шарлатанство и подделка не приняты богами Парнаса. Но что касается другого, это неправильно. Например, никогда я не возьму своего. Никогда себя не оправдаю. Временами мне жизнь более ненавистна, чем кому-либо другому. «Может быть, вы влюблены?» спросил я, улыбаясь. Князь вздрогнул. «Влюблен?» «Я?» Сила небесная. От одного лишь предположения я встрепенулся, как ужаленный. «Влюблен ли я?» Во всем мире нет женщины, способной вызвать во мне хоть тени любви. Женщина – это большая кукла с розовыми щеками и длинными волосами, частенько даже не своими. А что касается современных атлеток, играющих в теннис, я не считаю их за женщин. Это просто неестественные зачатки нового пола. «Дорогой Тембрест, я ненавижу женщин. Вы бы возненавидели их так же, если бы знали их, как я. Они сделали меня тем, чем я есть, и заставляют меня оставаться таким же». «В таком случае они заслуживают похвалы», – заметил я. «Вы делаете им честь». «Да, действительно», – ответил Лусио медленно. Легкая улыбка скользила по его лицу, и глаза искрились холодным блеском алмаза, блеском, замешанным мной уже несколько раз. «Верьте мне, я никогда не стану оспаривать у вас, мой милый Джеффри, столь ничтожный подарок, как любовь женщины. Она не стоит борьбы». Кстати, о женщинах. «Припоминая, я обещал лорду Эльтону привезти вас в его ложу сегодня вечером». Это раздорившийся вельможа, страдающий подагрой и пропитанной портвейном. Его дочь, леди Сибилла, считается первой красавицей в Англии. Ее начали вывозить в прошлом году, и она пользовалась выдающимся успехом. «Вы поедете?» «Я в полном вашем распоряжении», – ответил я с радостью, хватаясь за первый предлог, чтобы избегнуть тоски одиночества и остаться в обществе Лусио, разговор которого, несмотря на всю его ядовитость, очаровывал меня и укоренялся в моей памяти. «Когда и где съедемся?» «Переоденьтесь, а потом приходите обедать ко мне», – ответил князь. «Мы поедем в театр вместе». Пьеса – все на тот же избытый сюжет. Это панигирик падшей женщины, ставшей почему-то образцом нравственности и доброты. Пьеса сама по себе не представляет интереса, но, пожалуй, леди Сибилла вознаградит нас. Лусио опять улыбнулся. Яркое пламя в камине потухло, оставляя лишь темно-красное тусклое сияние. Мы были почти в темноте. Я тронул электрическую кнопку, вся комната мгновенно озарилась. Я взглянул на князя, и его удивительная красота вновь поразила меня, как нечто странное, почти сверхъестественное. «Вы не замечали, что люди пристально рассматривают вас, когда вы проходите?» – спросил я внезапно и стремительно. Лусио засмеялся. «Конечно нет». А зачем вы стали бы смотреть на меня? Каждый человек так занят своими делами и так много думает о самом себе, что он не потеряет из вида своего эго, даже если бы сам черт погнался за ним. Женщины иногда смотрят на меня, как он вообще смотрит, а не на всех более или менее благовидных мужчин. «Я их не веню», – ответил я, любуясь его великолепным станом и изящной головой, как я бы любовался хорошей картиной или статуей. «Что же, леди Сибилла тоже любуется вами?» «Леди Сибилла никогда не видала меня», – ответил Римонез. «И я сам видел ее только издалека». «Граф и пригласил нас сегодня в театр, чтобы познакомить с дочерью». «А-ха-ха!» – воскликнул я, шутя. «Старик хочет выдать ее замуж!» «Да, должно быть. Я знаю, что леди Сибилла продается», – ответил князь с обычным холодным цинизмом, придававшим твердое, почти жестокое выражение красивым чертам его лица. До сих пор предлагаемые цены были недостаточно высоки. «Но я покупать не буду. Как я уже говорил вам, Темпест, я женщин ненавижу». «Серьезно?» «Вполне серьезно. Женщины всегда вредили мне. Я их ненавижу, тем более, что они одарены огромной силой добра и пренебрегают этой силой, вместо того, чтобы пользоваться ею». «Они вполне сознательно наслаждаются грубыми, отталкивающими наслаждениями жизни. И мне это противно. Они гораздо менее чувствительны мужчин, и, конечно, бессердечнее их. А они матери человеческого рода, и за недостатки рода мы можем их благодарить. Вот еще одна причина моей ненависти к ним». «Неужели вы требуете от человечества совершенства?» Спросил я удивленно. «Это невозможно?» Князь призадумался. «Во Вселенной все совершенство, — сказал он наконец. Все совершенство, кроме человека. Вы никогда не задумывались над вопросом, отчего человек — единственное пятно, единственное несовершенство Вселенной?» «Нет, я об этом не думал», — ответил я. «Я принимаю факты, как они есть». «Я тоже». И князь резко отвернулся. «До свидания. Мы обедаем через час, не забудьте». Дверь отворилась, закрылась, и его уже не было. Оставшись один, я задумался над странным нравом князя. Философские теории, любовь к свету, чувствительность, ирония и цинизм — все это как-то странно смешивалось в этом выдающемся таинственном человеке, внезапно ставшем моим лучшим другом. Почти месяц уже прошел с одня нашего знакомства, но я не был ближе к разгадке его характера, чем в начале. Однако я восторгался им более, чем когда-либо, и если бы мне пришлось внезапно лишиться его общества, жизнь потеряла бы для меня половину своей прелести. Несмотря на то, что я был окружен новыми друзьями, привлеченными блеском моих миллионов, как бабочки ярким светом огня, я никому не питал такой симпатии, как к этому властному, то жестокому, то ласковому товарищу, считавшему жизнь безделицей и меня ненужным ее звеном. Я думаю, что ни один мужчина не забывает первого раза, когда он встречается с воплощением безукоризненной красоты. Он, пожалуй, видал много хорошеньких женщин. Ослепительный цвет лица или очаровательный выгиб грациозной фигурки не раз привлекали его. Но все это были лишь мимолетными намеками на совершенство. Когда же эти проходящие впечатления соединяются в одну точку, когда все неясные грезы воплощаются в одном живом существе, которое гордо глядит на него с высоты своей девственной чистоты, то он теряет голову перед восхитительным видением и делается рабом своей страсти. Итак, ничего нет удивительного в том, что я почувствовал себя униженным и покоренным, когда Сибилла Эльтон, медленно подняв свои фиолетовые глаза, посмотрела на меня сквозь завесу темных ресниц с тем неописуемым выражением не то участия, не то равнодушия, которое хотя и считается признаком благовоспитанности, но в большинстве случаев обескураживает и даже отталкивает откровенных и чувствительных людей. Итак, повторяю, взгляд леди Сибилла отталкивал, но и очаровывал меня. Ремонесс и я, мы вошли в ложу лорда Эльтона между первым и вторыми действиями, увидав нас, граф обыкновенный старичок с лысой головой и красным лицом и большими бакенами встал со своего места и любезно приветствовал нас, пожал руку князя с особенным радушием. Впоследствии я узнал, что Луся одолжил ему 10 тысяч фунтов стерлингов, что и объясняло более чем радушный прием графа. Леди Сибилла осталась неподвижной. И только после того, как старик довольно резко обратился к ней со словами Сибилла, князь Ремонесс и его друг мистер Джеффри Темпест, она обернулась и, окинув нас тем холодным взглядом, о котором я говорил выше, чуть заметно наклонила голову в знак приветствия. Ее удивительная красота ошеломила меня. Я не знал, что сказать, и молча смотрел на нее в приливе необъяснимого волнения. Старый граф сделал какое-то замечание насчет пьесы, но я едва расслышал его слова. Оркестр играл что-то невероятное, как всегда во время антракта, а глушительный шум медных инструментов звенел у меня в ушах, как бурные волны моря. Я ничего не сознавал, кроме чарующей прелести девушки, сидящей передо мной в открытом белом платье с бриллиантами в волосах, которые блестели, как капли росы на лепестках душистой розы. Луся заговорил с ней, и я прислушался. «Наконец, леди Сибилла», — сказал он, почтитель, наклоняясь к ней, «наконец я и имею честь познакомиться с вами. Я видел вас часто, как видят звезды издалека». Леди Сибилла улыбнулась, но с той холодной улыбкой, что углы ее красивых губ едва заметно поднялись. «Мне кажется, что я никогда вас не видала», — ответила она, «но все-таки в вашем лице есть что-то знакомое. Отец постоянно говорил о вас, само собой разумеется, что его друзья — мои друзья». Князь поклонился. «Говорить с леди Сибиллой — великая честь», — сказал он, «но быть ее другом значит вернуться в потерянный рай». Леди Сибилла вся вспыхнула, потом побледнела. Легкая дрожь прошла по ее телу, и она протянула руку за своей накидкой. Риманес бережно окутал ее дивные плечи душистыми складками шелковой ткани. «Как я завидовал ему в исполнении этой легкой задачи!» Потом Риманес обернулся ко мне. «Не сяете ли вы сюда, Джеффри?» — сказал он, указая на свое место. «Мне надо поговорить по делу с лордом Эльтоном». Овладев собой, я поспешил воспользоваться удобным случаем. Мое сердце радостно застучало, когда красавица ласково и как бы поощряюще улыбнулась мне. «Вы большой друг князя Риманес?» — мягко спросила она, когда я уселся. «Да, мы очень дружно», — ответил я. «Он чудный собеседник». «Я думаю», — сказала леди Сибила, звенув на Лусио, который что-то доказывал старому графу. «Он поразительно хорош с собой». Я ничего не ответил. Конечно, удивительная красота Лусио не подлежала сомнению, но чувство зависти овладело мной. Ее замечание показалось мне столь же неуместным, как когда человек, имея перед собой красивую женщину, громко восхищается перед ней красотой ее подруги. Я, конечно, не задумывался над своей внешностью, хотя знал, что физически и стоял выше общего уровня людей. Чувствуя себя почему-то обиженным, я не прервал наступившего молчания. Через некоторое время занавес для второго действия поднялся. Сцена была сомнительного свойства. Женщина в прошлом играла в ней главную роль. Тенденция пьесы возмущала меня. Я взглянул на моих компаньонов, желая усмотреть на их лицах выражение негодования. Но на их и изящные на сердах леди Сибилы не было и тени, и не одобрения. Ее отец даже высунулся из Божии, видимо, не желая пропустить малейшие подробности пьесы. А Риманес словно застыл, так что было невозможно угадать его впечатление. Женщина с прошлым продолжала излагать свои истерично-ложные доводы, и первый любовник уверял ее, что она воплощение долготерпения и ангельской чистоты. За нас опустился подружным громом аплодисментов, гармония которого была нарушена лишь одним резким свистком из райка. «Англия пошла вперед!» — заметил Риманес слегка насмешливым голосом. В былое время засвистали бы эту пьесу, как нечто вредное и могущее, развращающе действовать на толпу. Теперь же единственный протестующий голос принадлежит представителю низшего класса. «Вы демократ, князь?» — спросила леди Сибила, лениво обмахиваясь большим веером. «Нисколько. Но я преклоняюсь перед достоинством не денежным, а интеллектуальным. На этом поприще развивается новая аристократия. Когда высшее сословие расплевается, оно падает и делается низшим. А когда низшее сословие воспитывает себя и стремится к совершенству, оно поднимается и делается высшим. Это закон эволюции». «Но, боже мой!» — воскликнул лорд Эльтон. «Неужели вы находите эту пьесу грубой или безнравственной? Это просто реальный этюд современной жизни. И все эти женщины, эти бедняжки с сомнительным прошлым, они очень интересны». «Очень!» — тихо прибавила его дочь. «Казалось бы, что для женщин, не имевших такого прошлого, не может быть и будущего. Нравственность и скромность отжили свой век и утеряли свою цену. В ее замечании я подметил скрытый смысл. Нагнувшись к ней, я прошептал. «Леди Сибилла, я рад, что эта пьеса возмущает вас!» Она взглянула на меня с выражением глубокого удивления. Нисколько возразила она. «Я видела много пьес в этом роде и прошла целую массу романов на ту же тему. Уверяю вас, я вполне убеждена, что так называемая падшая женщина — это единственный тип нравящихся мужчинам. Падшая женщина пользуется в жизни всеми наслаждениями и нередко очень удачно выходит замуж. И вообще вполне довольна своей судьбой. Можно сказать то же самое о наших преступниках. Они получают высшую пищу в тюрьме, чем могли бы себе заработать на воле. Мне кажется, что для женщин нашего времени не стоит быть порядочной, так как в таком случае ее считают просто скучной». «Я вижу, что вы смеетесь», — ответил я с нисходительной улыбкой. «Вы сами знаете, что в глубине сердца вы думаете иначе». Леди Сибилла ничего не ответила. Занавес опять поднялся. Безнравственная дама ощутилась на роскошнейшей яхте и, по-видимому, очень приятно проводила время. Сцена не интересовала меня, и я откинулся на спинку кресла и предался своим мечтам. Лихорадочное возбуждение, вызванное во мне в начале вечера, одним взглядом леди Сибиллы внезапно улеглось и сменилось хладнокровным обычным самомнением. Я припоминал слова Лусио «Леди Сибилла продается». И с чувством торжества подумал о своих миллионах. Я взвезнул на графа, рассеянно гладившего себе усы, потом мой взгляд вернулся к леди Сибиллу. И я начал любоваться красивым изгибом ее нежной шеи, безукоризненной грудью и руками, ее роскошными темно-русыми волосами, изящному гордому лицу, томными глазами и остепительным колоритом. И я шепнул себе, «Вся эта красота покупная, и я куплю ее». В ту же минуту леди Сибилла обернулась ко мне со словами, «Вы знаменитый мистер Темпест, не правда ли?» «Знаменитый?» — повторил я с чувством глубокого удивления. «Едва ли. Моя книга еще в печати». Брови леди Сибиллы слегка приподнялись. «Ваша книга?» «Я не знала, что вы пишете». Мое тщеславие было ужалено. Однако о ней уже было объявлено в газетах, начал я внушительно. Но она прервала меня со смехом. «Я никогда не читаю объявления. Это чересчур утомительно. Когда я спросил о вас, знаменитый ли вы мистер Темпест, то хотела лишь узнать, вы ли тот миллионер, о котором так много говорят». Я довольно холодно поклонился. Леди Сибилла, закрыв нижнюю часть лица веером, посмотрела на меня с любопытством. «Как вам должно быть приятно иметь столько денег?» — заметила она. «В довершении этого вы молоды и хороши собой». Чувство удовольствия заменило оскорбленное самолюбие, и я улыбнулся. «Вы очень добрый, леди Сибилла». «Почему?» — спросила она и засмеялась приятным грудным смехом. «Потому что я говорю вам правду, но вы действительно молоды и хороши собой. Вообще миллионеры ужасные люди. Судьба наградивых деньгами почти всегда лихает их мозгов и внешней красоты. А теперь расскажите мне про вашу книгу». Она как-то сразу сбросила с себя маску холодности, и во время последнего действия мы разговаривали свободно, но шепотом, чтобы не мешать публике. Леди Сибилла была очень, столь очаровательна и любезна, что покорила меня совсем, и я начал терять голову. Когда представление кончилось, мы вышли из ложи вместе, но так как Лусио был занят лордом Эльтоном, я имел удовольствие сопровождать леди Сибиллу до кареты. Садясь рядом с дочерью, старик пожал мне руку с нескрываемым дружелюбием. «Приходите обедать! Приходите обедать!» — кричал он взволнованно. «Подождите! Какой у нас день? Вторник? Приходите в четверг, пожалуйста, без церемоний. Моя жена разбита параличом. Она, к сожалению, принимать не может, лишь изредка видит гостей, но ее сестра принимает на ее месте. Тетя Шарлотта! Сибилла! Ха-ха! Вот! Не хотел бы на ней жениться-то! Ха-ха-ха! Мисс Шарлотта с сестрой женщины, к которой никак подойти нельзя! Это примерное существо! Ха-ха-ха! «Приходится обедать, мистер Тэмп! Приходите обедать! Вы все приведите его! У нас гостит молодая барышня-американка с надлежащими долларами и акцентом! Ей-богу, я думаю, что она хочет выйти за меня замуж! Ха-ха-ха! И ждет, не дождется, чтобы леди Эльтон отправилась в лучший мир! Ха-ха-ха! «Приходите, приходите посмотреть на американку! Фитверк, не правда ли?» По красивым чертам леди Сибилла проскользнула тень неудовольствия, когда отец заговорил об американке. Но она ничего не сказала, только вопросительно посмотрела на нас, как бы желая узнать наше намерение. Она, по-видимому, обрадовалась, когда мы оба приняли приглашение старика. Граф еще раз пожал нам руки и захохотал так, что все его лицо побагровело. И ее сиятельство ответило на наш поклон грациозным кивком головы, и карета Эльтонов быстро удалилась. Когда мы уселись в экипаж, Луся с любопытством посмотрел на меня и сказал «Ну что же?» Я молчал. «Неужели она не понравилась вам?» — продолжал он. Сознаюсь, она холодна и напоминает мне ледяную висталку. Но не забудьте, что и вулканы с пенькой прикрыты снегом. У нее весьма правильные черты и хороший цвет лица. Несмотря на мое намерение молчать, небрежная похвала Лусио возмутила меня. «Она безупречно хороша», — сказал я твердо. «Самый безвкусный человек не может в этом не признать себя. В ней нет ни одного недостатка. Ее холодность и выдержка говорят в ее пользу. Если бы она расточала свои улыбки и очаровывала всех своим обхождением, то она свела бы с ума немалое количество мужчин». Я почувствовал скорее, чем увидел кошачий взгляд, брошенный на меня князем. «Честное слово, Джеффри, несмотря на то, что у нас в февраль месяц ветер дует прямо с юга и навевает запахи роз и померанских цветов, мне кажется, что леди Сибилла сильно подействовала на вас». «А вы этого желаете?» — спросил я. «Я, мой добрый друг, я ничего не желаю. Я лишь применяюсь к настроению своих друзей. Вы спрашиваете мое мнение, и я отвечаю. Если вы действительно увлеклись этой барышней, жаль, что никаких препятствий к вашему счастью не предвидится. Любовный эпизод обязательно должен быть окружен трудностями, действительными или выдуманными. Большая доля безнравственности, ложь, обман, тайные свидания — все это придает любви известную прелесть. По крайней мере, на этой планете». Я перебил его. «Вы ужасно любите говорить об этой планете, как будто вы знакомы с другими», — сказала он терпеливо. «Эта планета, как бы вы презрительно называете мир, единственная планета, с которой мы имеем дело». Лусио так пристально уставил на меня свой огненный взгляд, что я невольно вздрогнул. «Если это так, — ответил он, — то зачем вы не оставляете другие планеты в покое? Зачем вы стремитесь узнать их движение и разгадать их тайны? Если люди, как вы говорите, имеют дело лишь с этой планетой, зачем они стараются открыть секрет других миров? Секрет, который они когда-нибудь узнают к своему великому ужасу». Торжественность, голос и вдохновенный вид Лусио взволновали меня. Я не знал, что ответить. Он же продолжал. «Не будем говорить, мой друг, о планетах, даже о той булавочной ничтожной планете, которую мы называем Землей». Вернемтесь к более интересному сюжету, а именно Леди Сибили. Как я уже говорил вам, нет никаких препятствий к вашему счастью. Вы можете жениться хоть завтра. Джеффри Темпест в качестве автора, конечно, не посмел бы и мечтать о бракосочетании с дочерью и герцога. Но Джеффри Темпест, миллионер, будет принят охотно. Дела бедного лорда Эльтона в очень плохом положении. Он почти что нищий. Американка, которая столуется у него... Как столуется, нафиг ему я? Разве граф содержит пансион? Лысо-чистосердечно засмеялся. Нет-нет, зачем так грубо выражается, Джеффри? Дело обстоит очень просто. Граф и графиня Эльтон открыли свой дом мисс Диани Чезни, американка, о которой я говорил, и оказывают ей свое покровительство за ничтоженную сумму около двух тысяч фунтов стерлингов в год. Так как сама графиня разбита параличом, то шапронство выпало на доле ее сестры, мисс Шарлотты Фистрой. Но волшебное сияние графской короны все же витает над головой мисс Чезни. У нее своя свита в доме, и она ездит всюду под крылышком мисс Фистрой. Леди Сибила не одобряет этого устройства, и потому никогда не показывается без отца. Она не желает сближения с мисс Чезни, и выразила это очень ясно. — Я горжусь ею за это, — сказал я горячо. — Я удивляюсь, что лорд Эльтон снизошел. — Снизошел до чего? — спросил Лусио. — Снизошел. — Принимать две тысячи фунтов в год? — Силы небесные! — Вы найдете массу лиц высшего общества, готовых снизойти до этого. Синяя кровь становится и жидкой, и бедной, и только деньги могут сгустить ее. Диана Чезни обладает более чем миллионом долларов. Если леди Эльтон сумеет умереть вовремя, то эта маленькая американочка торжественно займет освободившееся место. — Но это возмутительно и не в порядке вещей, — воспикнул я с сердцем. — Джеффри, мой друг, ваша непоследовательность поражает меня. Разве вы сами не исключение? Кто были вы хотя бы шесть недель тому назад? Мелкий писатель с зачатками таланта. Но эти зачатки не были в силах вырвать вас из мрачной тины, в которой вы копошились, проклиная свою судьбу. А теперь вы стали миллионером, и вы презираете графа за то, что он вполне законно прибавляет к своим доходам, вывозя американскую наследницу в общество, в которое она никогда бы не проникла без его помощи. А вы сами намереваетесь просить руки дочери графа и забываете, что ваш род не род владетельных князей. — Мой отец был джентльменом, — сказал я не без гордости. — И потомок джентльменов. Мы никогда не были простыми людьми. Наш род был уважаем во всей провинции. Луся улыбнулся. — Я в этом не сомневаюсь, мой друг, нисколько не сомневаюсь. Но простой джентльмен стоит ли гораздо выше или гораздо ниже графа? На этот счет у каждого свое мнение. В наше время никто не гордится древним родом. Должно быть благодаря поразительному невежеству представителей древних родов. И так случается, что пивовары делаются пэрами, и простые торговцы получают титулы. Старые дворянские семьи так оскудели, что они принуждены продавать родовые имения или железнодорожным тузам, или положение сравненно лучше, так как вы не знаете, откуда происходят ваши миллионы. — Вы правы, — ответил я задумчиво. Потом, внезапно, вспомнив свой разговор с поверенными, я прибавил. — Я забыл вам сказать, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу, и что ценой его души и было это колоссальное состояние. Лусио резко засмеялся. — Не может быть, — воскликнул он. — Какая странная мысль. Старик, должно быть, потерял рассудок. Человек с здравым умом не верит в существование дьявола, в особенности в наши, передовые времена. Что же поделаешь? Безумие человеческого воображения не имеет пределов. — Ну вот мы и доехали, — добавил он, когда карета остановилась перед Гранд-отелем. — Желаю вам спокойной ночи. — Темпест, я с вами не войду, так как обещался попытать счастье на зеленом столе. — Вы будете играть? — Где? — В одном из избраннейших клубов. Ведь в нашей просвещенной столице азартные игры допускаются чуть ли не во всех клубах. Так что Монте-Карло не приходится посещать. — Но, может быть, вы поедете со мной? Я был в нерешительности. Чудный образ Леди Сибилы наполнял мой ум. И в приступе сентиментальности я подумал, что было бы жаль осквернить священные мысли о ней забавой низшего разряда. — Нет, сегодня не могу, — ответил я с улыбкой. — Но, — прибавил я, — для людей, играющих с вами, мне кажется, удовольствия мало. Вы можете проиграть страшно много без исчерба для себя, а они — нет. Так отчего же они играют? Человек обязан знать, и сколько у него свободных денег, если у него достаточно силы и воли, чтобы остановиться вовремя. Однако мой долголетний опыт доказал мне, что игроки страстно любят игру. А меня забавляют чужие страсти. — Я вас повезу с собой завтра, если это вас интересует. Но будьте покойны, я не дам вам особенно проиграть. — Хорошо, поедем завтра, — согласился я, боясь своим отказом показаться скупым. — А сегодня я напишу несколько писем, а потом лягу спать. — Желаю вам видеть во сне леди Сибиллу, — засмеялся Лусио. — Если в будущий четверг она покажется вам такой же очаровательной, как сегодня, то советую вам выставить свои батареи. И весело махнув рукой, князь захлопнул за собой дверцы кареты, и лошади быстро помчались по туманным и мокрым улицам города. — Мой почтенный издатель Моррисон, тот самый, который сначала отверг мою книгу, теперь же, имея в виду собственную выгоду, прилагал все усилия, чтобы издать мое произведение по всем правилам искусства. К нему нельзя было бы применить слова «благородный». Он не принадлежал к старой фирме издателей, долгосрочность которой как бы оправдывала систему обсчитывать несчастных авторов. Это был человек новый, самодельный, с большой дозой наглости и нахальства. Несмотря на это, он был умен и ловок, и уже успел привлечь к себе милость большей части печати. Доказательством этого служило то, что журналы и газеты давали предпочтение его изданиям над изданиями более уважаемых фирм. Вутро после моего первого знакомства с графом Эльтоном и его дочерью, я зашел к Моррисону, и он немедленно начал излагать мне свои дальнейшие планы. «Ваша книга выйдет на будущей неделе», — сказал он, радушно потирая руки и глядя на меня с глубоким уважением, вызванным моими миллионами. «Так как расход для вас ничего не представляет, то я предлагаю вот что сделать. Я выпущу в нескольких газетах предупредительную рецензию. Скажу, что ваша книга создаст новую эру для мыслителей. Или же, что всякий, кто дорожит мировым прогрессом, должен прочитать это произведение. Или еще так. Книга мейстера ТМПС-то касается одного из самых жгучих вопросов нашей эпохи». Эти фразы производят страшное впечатление, в особенности последней, несмотря на то, что она более или менее избита. «Маленький намек на жгучий вопрос нашего времени вызывает в публике мысль о чем-то неприличном, и книга раскупается на расхват». И Моррисон засмеялся, как бы радуясь собственному острогумию. «Я молчал, и забавы ради наблюдал за ним. Этот человек, решение которого я ждал с таким томительным нетерпением каких-нибудь шесть недель тому назад, теперь стал моим орудием, готовым за известную плату всячески угодить мне. И я слушал его с нисхождением, пока он ревностно излагал мне способ добывания славы для меня и массу денег для себя. «Я уже пустил в ход рекламу», — продолжал он, «и расходов не пожалел». «Пока еще заказов мало, но они, несомненно, будут. Рецензии я хочу поместить в восьми ста газетах здесь и в Америке. Это нам обойдется в тысячу фунтов. Вы ничего против не имеете?» «Ничего», — ответил я. Великий издатель слегка задумался, потом придвинул свой стул, ближе ко мне и шепотом сказал, «Вы, надеясь, поняли, что первый выпуск будет состоять лишь из двухсот пятидесяти экземпляров?» Я возмутился. «Это даже смешно», — сказал я. «Такое минимальное число не состояние удовлетворить спрос на книгу?» «Подождите, дорогой мистер Темпест, не торопитесь и не горячитесь. Вы мне не даете время объясниться. Все эти двести пятьдесят экземпляров будут розданы мной в первый же день их появления. Это необходимо». «Но для чего?» «Как для чего?» И достопочный Моррисон слегка улыбнулся. «Я вижу, дорогой мистер Темпест, что вы, как и большинство гениальных людей, не понимаете торгового дела. Мы раздаем двести пятьдесят экземпляров даром для того, чтобы иметь право напечатать следующее объявление. Первое большое издание нового романа Джеффри Темпеста раскуплено в день появления. Второе издание уже находится в печати. «Этим способом мы дурачим публику, которая не может узнать, было ли первое издание в двести экземпляров или в две тысячи». «Но неужели вы находите такой образ действий честным?» «Честным?» «Дорогой сэр, вы сказали честным?» Лицо Моррисона приняло выражение оскорбленного достоинства. «Конечно, это вполне честно!» «Посмотрите газеты. Вы нападете на сотни таких же объявлений. К сожалению, их стало чересчур много. Сознаюсь, что есть несколько издателей, которые публикуют, сколько экземпляров было в первом издании, какого числа вышло второе. Но это совершенно не нужно и только причиняет лишние хлопоты. Публика любит, чтобы ее надували. Зачем же не ублажать ее?» Но возвратимся к делу. Второе издание мы разошлем в провинцию и сейчас же опять объявим, что второе издание вышло и третье в печати и так далее до шестого или седьмого издания. «Тогда уже можно будет приступить к продаже. Для этого тоже нужна известная тактика. Но мы еще успеем об этом поговорить. А объявления, конечно, даром не обойдутся. Но если вы ничего против не имеете...» «Ничего!» – перебил я его. «Лишь бы мне позабавиться». «Позабавиться?» – повторил Моррисон в недумении. «А я думал, что вы добиваетесь славы». Я громко засмеялся. «Да разве слава добывается объявлениями?» – спросил я. «Я недостаточно глуп, чтобы этого не понять». «Может быть, вы правы?» – задумчиво качал головой и согласился Моррисон. Его веселое настроение внезапно изменилось. Он стал почти сумрачным. «Не понимаю, почему некоторые писатели, несмотря на все свои усилия, не достигают славы», – сказал он наконец. «Их имена печатаются огромными буквами. Но это бесполезно. Они не становятся известными. Других авторов бронят и ругают. Но славу у них отнять не могут». «Вы слыхали, должно быть, про мисс Клер?» «Ее ругают постоянно. Несмотря на это, ее слава растет неподням и по часам. Ее знают все, хотя она далеко не богата. Но вернемся к делу. Не знаю, как критики отнесутся к вашей книге. Первоклассных критиков всего шесть или семь, но с ними приходится считаться, в особенности с Маквингом. Это шотландец, который сыйется повсюду, пишет обо всем и пользуется репутацией человека просвещенного. Если вы можете заручиться Маквингом, то об остальных не стоит и говорить. Что он скажет, другие повторят. Но вам следует его подмаслить, а то шутки ради он разнесет вас». «Это ничего не значит», — сказал я уверенно. «Легкая брань только ускорит продажу книги». «Иногда да», — согласился Морисон, задумчиво поглаживая свою бородку. «Но в иной раз это может повредить. Когда произведение бросается в глаза своей оригинальностью или смелостью, то брань весьма полезна. Но ваша книга требует деликатного обращения и похвалы». «Понимаю», — перебил я его, не будучи в силах скрыть своего негодования. «Вы не считаете мою книгу талантливой и...» «Милый сэр, вы право слишком резки», — перебил меня Морисон, улыбаясь. «Я нахожу, что ваша книга выказывает и умение, и деликатность мыслей. Если я нахожу в ней кое-какие погрешности, то это, пожалуй, только доказывает мое собственное невежество». «Но, как бы это выразить, по-моему, ваш роман недостаточно приковывает внимание читателя. Положим, что это можно сказать почти про все современные произведения. Редкие писатели прочувствовали достаточно сами, чтобы заставить порчувствовать других». Я ничего не ответил и невольно вспомнил слова Лусио. «Что же?» — сказал я после довольно долгого молчания. «Если в то время я ничего не чувствовал, то теперь я чувствую гораздо меньше». «Неужели вы не понимаете, что когда я писал, то прочувствовал каждую строчку, испытывая при этом чуть ли не физическое страдание?» «Простите, простите меня», — стремительно извинился Морисон. «Но, может быть, вы только думали, что вы страдаете. Это обычный самообман литераторов. Видите, чтобы убедить публику, вы должны быть сами убежденным. Это действует на людей так же притягательный, как магнит. Но бросим говорить об этом. Я рассуждать не умею и, сознаюсь, просмотрел вашу книгу без особенного внимания. Так что оттенки, конечно, ускользнули от меня. Во всяком случае мы употребим все усилия, чтобы добиться успеха. Прошу вас только об одном — это лично переговорить с Маквингом». Я обещался исполнить его просьбу, и на этом мы расстались. Наш разговор убедил меня, что Морисон обладает большей долей проницательности, чем я предполагал, и его замечания невольно навели меня на не особенно приятные размышления. Если, как он уверял, я не в состоянии удержать внимание читателя, то впечатление получится отрицательное, и мой роман переживет не более одного сезона. О славе и думать было нечего, конечно, помимо той славы, которой могут мне купить мои миллионы. Я вернулся к себе не в духе, и Лусио сразу это заметил. Я передал ему свой разговор с издателем, и князь тоже посоветовал мне заручиться расположением Маквинга. «Но как?» – спросил я. – «Я встречал его имя в печати, но лично я его не знаю. Не могу же я поехать к нему и просить его благосклонной поддержки». «Конечно нет», – засмеялся Лусио. – «Если бы вы это сделали, то наплакались бы потом. Он поднял бы вас на смех на следующий же день». «Нет, нет, мой дорогой, мы обойдем Маквинга только иначе. Хотя вы не знаете его, я с ним знаком». «Вот это хорошо!» – обрадовался я. – «Вы, кажется, знаете всех». «Да, действительно, я знаком почти со всеми, с которыми стоит знакомиться». «Стешу, однако, добавить, что Маквинга я не считаю особенно стоящим. Не беспокойтесь, мы его обойдем, а теперь пора обедать». Мы сели за столом вместе, как это часто случалось, и во время обеда речь шла исключительно о деньгах. Я поместил свои деньги и в разные предприятия под руководством Лусио, и обсуждение этих важных дел заняло довольно много времени. В 11 часов вечера мы решили попытать счастье в игорном доме, и так как ночь стояла ясная, почти морозная, мы отправились туда пешком. Клуб находился в боковой улице, прилегавшей к самому аристократическому кварталу Лондона. Снаружи он ничего из себя не представлял, но внутри он был богато отделан, хотя без вкуса. Роль хозяйки исполняла дама с подведенными глазами, принимавшая в гостиной англо-японского стиля. Ее взгляды и манера, говорить, подчеркивали ее положение, «Деми Мондею» — это была одна из тех несчастных дам с прошлым, о которых привыкли говорить как о невинных жертвах мужского разврата. Лусио шепнуло ей что-то на ухо. Она взглянула на меня, улыбнулась и позвонила. На ее звонок явился весьма приличный лакеево фраке и по приказанию хозяйки повел нас в верхний этаж. Наших шагов не было слышно, так как мы шли и по ковру мягкому, как мох. Вообще я заметила, что все в этом доме было бесшумно. Двери были обиты тяжелым сукном и открывались без малейшего скрипа. На верхней площадке человек еле слышно постучал в боковую дверь. Ключ повернулся в замке, и мы вошли в ярко освещенную длинную залу, где толпилась масса людей, играющих в Баккара и Ружье Нуар. Некоторые из них поклонились князю и с любопытством взглянули на меня. Для большинства же из гостей наш вход остался незамеченным. Лусио взял меня за руку, мы уселись около одного из зеленых столов и стали наблюдать за ходом игры. Мало-помалу крайнее возбуждение, царившее в зале, передалось мне. Это было нечто вроде затиши перед страшной грозой. Я узнал многих сановников, людей, хорошо известных в политическом и общественном мире, и был поражен, что они как бы оправдывали своим присутствием существование вполне незаконного игорного дома. Но я старался не выразить своего удивления, и продолжал следить за игрой с таким же безмолвным равнодушием, как мой приятель Лусио. Я готовился и проиграть, и выиграть, но, конечно, не предвидел той прискорбной сцены, которая внезапно разыгралась, и в которой я был невольным участником. Когда игра, за которой мы наблюдали, пришла к концу, игроки встали и приветствовали Лусио с неподдельным восторгом. Я инстинктивно понял по их манерам, что они считали князя за самого влиятельного члена клуба. Лусио перезнакомил меня со всеми, и мое имя произвело ожидаемое впечатление. Мне предложили сыграть в Бакара, и я охотно согласился. Ставки были крайне высоки, но меня это, конечно, не пугало. Один из игроков, сидевших рядом со мной, был граф Линтон, белокурый молодой человек с красивым лицом и благородным видом. Он сразу поразил меня тем, что постоянно удваивал ставки, как мне показалось, только чтобы поразить зрителей. Когда он проигрывал, это случалось очень часто, он громко хохотал, как пьяный или сумасшедший. Когда я начал играть, то был вполне равнодушным, мне было безразлично, выигрываю я или проигрываю. Лусио не присоединился к нам, но усел со стороны и, как мне казалось, неотступно наблюдал за мною. Слепая судьба относилась ко мне более чем благосклонно. Я все выигрывал, и с моим выигрышем росло и мое нервное возбуждение. Мало-помалу мое настроение изменилось, и я страстно пожелал проиграть. Должно быть, это было вызвано инстинктивным чувством жалости по отношению бедного Линтона. Он, казалось, обезумел при виде моего счастья и продолжал вести отчаянную игру с осунувшимся лицом и лихорадочными глазами. Остальные игроки обращали меньше внимания на свои проигрыши или, пожалуй, более умело скрывали свое волнение. Но как бы там ни было, мне серьезно захотелось, чтобы счастье повернулось в сторону молодого человека, графа. Но мои желания были тщетны. Я выигрывал все больше и больше. Наконец, игроки встали, и Линтон поднялся вместе с нами, с ними. — Ну, у меня карманы опустили, — объявил он с хриплым смехом. — Я надеюсь, что завтра вы мне дадите реванш, мистер Темпест. — С удовольствием. Все посетители отступили меня, уговаривая меня приехать на следующий день. Внезапно Лусио встал и обратился к молодому графу. — Не поиграете ли вы со мной? — спросил он. — Я держу банк. И он положил на стол две новенькие бумажки в пятьсот фунтов каждая. Последовало минутное молчание. Граф в это время жадно пил коньяк с садовой водою. Он взглянул на деньги алчными, налитыми кровью глазами. Потом, сделанным равнодушием, пожал плечами и сказал. — Я играть больше не могу. Ни на что. Совсем проигрался. — Садитесь, садитесь, Линтон, — вмешался один из посетителей. — Я вам одолжу, сколько нужно. — Благодарю вас, — ответил молодой человек. Легкий румянец вспыхал на его исхудалом лице. — Но и без того я вам должен много. Лучше поиграйте без меня. — Позвольте мне убедить вас, граф, — сказал Луся, глядя на него со слепительной улыбкой. — Поиграйте только ради шутки. Если вы не чувствуете себя вправе играть на деньги, то выберите другую ставку, что-нибудь нистожное и несущественное, только чтобы посмотреть, повернется ли счастье в вашу сторону. — Вот эта фишка, — продолжал он, — идет за пятьдесят фунтов. — Пусть на этот раз она изобразит нечто менее ценное денег. — Например, вашу душу. — Все присутствующие громко расхохотались. Луся тихо засмеялся и продолжал. — Надеюсь, что мы все знакомы с современной наукой и вполне убедились, что душа не существует. — Предлагая вам эту ставку, я предлагаю вам нечто менее важное, чем один из ваших волос, так как волос есть нечто волос, а душа — ничто. — Ну что же, согласны вы рискнуть вашей несуществующей душой ради возможности выиграть тысячи фунтов? Граф допил свой стакан до дна и повернулся к нам с выражением не то насмешки, не то вызова. — Согласен, — воскликнул он. — Все опять уселись. Игра длилась недолго. Возбуждение было такое сильное, что казалось, все перестали дышать. Прошло шесть или семь минут, и Луся встал победителем. Указав на фишку, изображавшую душу графа Линтона, он улыбнулся и тихо сказал. — Я выиграл. Но вы мне ничего не должны, милый граф, ибо ваша ставка была ничто. Мы сыграли эту игру ради шутки. — Если бы души существовали, то я, конечно, потребовал бы вашу. — Но что бы я стал с ней делать? И князь добродушно засмеялся. — Какая это бессмыслица, не правда ли? И как мы должны быть благодарны судьбе, что мы живем в просвещенном веке, когда всякие суеверия и предрассудки успели исчезнуть под напором разума и науки? — Спокойной ночи, Темпест! И я! Мы дадим вам реванш, когда вы захотите. Завтра счастье обязательно повернется, и вы отыграетесь. Еще раз спокойной ночи! Лусио протянул руку. Ее темных блестящих глазах было нечто несказанно ласковое и нежное. Вся его манера дышала добротой. Какая-то непонятная сила приковывала нас всех к месту, а с других столов игроки, узнав об оригинальной ставке, рассматривали нас с любопытством. Граф Линтон, однако, сделал вид, что последняя игра очень его забавила, и пожал руку Лусио с особенным радушием. — Какой вы славный! — проговорил он быстро. — Могу вас уверить, что если бы была у меня и душа, я был бы рад расстаться с ней за тысячу фунтов. Душа принести мне пользы не может, а деньги могут. Но я убежден, что я отыграюсь завтра. — Я также в этом убежден, — любезно ответил Луся, а между тем я не думаю, чтобы мистер Темпес оказался бы строгим кредитором. Он может подождать. — А что касается вашей души, которую вы проиграли? Луся остановился и пристально посмотрел в глаза графу. — То, конечно, я ждать не буду. Граф слегка улыбнулся этой шутке и направился к выходу. Как только дверь закрылась за ним, некоторые из гостей многознасительно переглянулись. — Он окончательно разорен, — сказал один из них в полголоса. — Он не будет в состоянии заплатить даже того, что проиграл здесь, — заметил другой. На бегах он пропустил более пятидесяти тысяч. Эти замечания были сказаны и выслушены вполне равнодушно, как будто говорили о погоде. Никто не выразил ни сожаления, ни сочувствия. Все эти игроки были эгоистичны до мозга костей. Глядя на их очерствелые лица, я почувствовал невольное возмущение, а не без некоторой доли стыда. Я еще не успел убить в себе всякое доброе стремление, хотя, припоминая теперь это время, похоже, скорее, на ужасный сон, чем на действительность. Я сознаюсь, что с каждым днем я становился суше и бессердечнее. В этот вечер, однако, во мне еще теплилась добрая искра. Я решил немедленно написать Линтону, прося его считать свой долг оплаченным, так как я все равно ничего с него не потребую. Пока я еще размышлял об этом, я вдруг почувствовал на себе взгляд Лусио. Князь улыбнулся, сделал мне знак рукою, и мы одновременно вышли из клуба. Ночь была холодная, небо морозное, ясное, усыпанное звездами. Пройдя несколько шагов, Луся остановился и положил мне руку на плечо. «Темпест», — сказал он, — «если вы будете тратить доброе чувство на этих негодяев, то нам придется расстаться». «Я вижу по вашему лицу, что вы мечтаете о чем-то великодушном и простите за откровенность глупом». «Лучше прямо станьте на колени и прочитайте молитву». «Вы хотите простить Линтону его долг, но ведь это самосбродство». «Линтон — известный негодяй, он никогда не старался быть иным. Уверяю вас, он не стоит вашего сочувствия. С тех пор, как он сошел со школьной скамьи, он играл, пил и развратничал. По-моему, всякая собака достойнее его». «Но, вера на свете, есть же кто-нибудь, кто любит его», — сказал я. «Кто-нибудь, кто любит его», — повторил Луся презрительно. «Действительно, он содержит трех балетниц». «Но разве это любовь?» «Его мать любила и умерла с горя, он убил ее». «Нет». «Повторяю, Линтон — негодяй. Пусть он платит свои долги полностью, включая душу, которую он так легкомысленно проиграл мне. Если бы я был дьяволом, то я верно порадовался бы своей добычей, и с восторгом готовил бы ей место в аду. Он сам создал свою судьбу. Он всем рисковал. Пусть всем и платит». Я не успел ответить. По той стороне довольно пустынной улицы я увидел человека и узнал в нем молодого графа. «Вот он сам!» — воскликнул я. Лусио резко потянул меня за рукав. «Неужели вы хотите говорить с ним?» «Нет. Но куда это он может идти? Смотрите, он споткнулся». «Пьян должно быть». И лицо Лусио выразило несказанное презрение. Мы приостановились, глядя на графа, который тоже замедлил шаг, как бы в нерешительности. Наконец он обернулся и крикнул извозчика. Невдалеке стоявшая коляска с шумом подкатила. Линтон дал приказание кучеру и уселся. Но извозчик не успел отъехать более десяти шагов, как раздался выстрел. «Бог мой! Он застрелился!» — закричал я в ужасе. Коляска остановилась. Швейцары, лакеи, городовые появились в одно мгновение. Я быстро келся вперед. Но сильная рука Лусио остановила меня. «Не волнуйтесь, Джеффри!» — сказал он. «Если вы сделаете вид, что знаете графа, то невольно выдадите и горный клуб со всеми его членами. Обуздайте свои дикие стремления. Они могут причинить вам немало зла. Если он застрелился...» «Так застрелился?» «Стоит ли об этом говорить?» Лусио закричал я, стараясь изо всех сил вырвать свою руку. «Вы бесиловечны! Как вы можете рассуждать в такую минуту? Подумайте, ведь я причина этого несчастья. Мой проклятый выигрыш и послужил последним ударом. Я в этом убежден. И никогда себе этого не прощу». «Откуда у вас вдруг явилось такое жалостное сердце?» «И жалостливое», — насмешливо спросил Бусева, толкая меня вперед. «Если вы ожидаете успеха в жизни, то придется вам немного почерстветь. Вы полагаете, что ваш проклятый выигрыш, вы, кажется, так сказали, причина смерти Линтона? Но, во-первых, выигрыш никогда не может быть проклятым, а, во-вторых, граф был еще разорен до сегодняшнего вечера. Вы нисколько не виноваты. А ради клуба я не желаю, чтобы мы были хотя бы косвенно замешаны в это самоубийство. Составят протокол без нас. И в свидетельстве врача будет значиться следующее показание — временное помешательство». Я невольно задрожал. «Мысль, что в нескольких шагах от нас лежит окровленное тело человека, с которым я так недавно играл и говорил, приводила меня в ужас. Несмотря на слова Лусио, я чувствовал себя убийцей несчастного. Временное помешательство», — повторил Лусио, как бы говоря сам с собою, «когда угрызение совести, отчаяние, оскорбленная честь, потраченная любовь и в довершение всего научная теория абсолютного уничтожения заставляет какую-нибудь несчастную человеческую единицу наложить на себя руки, то свидетельство врача о временном помешательстве вполне удовлетворительно объясняет его погружение в бесконечность. И о нем перестают говорить. «Шекспир был прав. Мы живем в сумасшедшем мире». Я ничего не ответил. Я был уничтожен и шел вперед молча и угрюмо. Звезды, на которые я бессознательно глядел, превратились в какие-то блестящие насекомые, вертящиеся в каком-то мутном тумане. Внезапно я вздрогнул. Луч надежды осветил меня. «Может быть, он не убит, а то и каранен?» «Линтон метко стрелял», — спокойно ответил Лусио. «Это его единственное качество. Принципов у него не было, но стрелять он умел. И я не думаю, чтобы он промахнулся». «Это ужасно. Ужасно. Час тому назад он был жив. А теперь...» «Что ужасно? Смерть?» «Она менее ужасна, чем скверно прожитая жизнь», — ответил Лусио степенно. «Верьте мне. Омственная болезнь, вызванная добровольно развратною жизнью, причиняет больше мук, нежели пытки ада». «Направо, Джеффри. Напрасно вы принимаете это так близко к сердцу. Повторяю вам, вы не виноваты. Если Линтон убит, туда ему и дорога. Он никому не нужен. Не понимаю, как вы можете придавать значение таким пустякам? Вы только в начале вашей карьеры». «Надеюсь, однако, что моя карьера будет вдалеке от таких драм», — ответил я резко. «Во всяком случае, насколько это будет зависеть от моей воли?» Луся пристально посмотрел на меня. «Ничего с вами не случится против вашей воли», — ответил он. «Должно быть, вы намекаете на то, что я повел вас в игорный клуб». «Но подумайте, мой милый друг, кто же вас не волил? Если вы не хотели идти, зачем же пошли? Теперь вы расстроены, и ваши нервы не в порядке. Зайдемте лучше ко мне, я угощу вас рюмкой вина, и вам сразу станет легче». Мы уже дошли до нашей гостиницы, и я молча последовал за князем. Также молча я выпил стакан, который он мне подал, и с каким-то болезненным любопытством взглянул на него. Его бледное, строгое лицо и холодное, как сталь, глаза показались мне почему-то сверхъестественными. «Но вспомните последнюю ставку Линдона», — пробормотал, и чуть слышно. «Он же проиграл вам свою душу». «Но граф верил в нее так же мало, как вы», — ответил Лусия, пристально глядя на меня. «Зачем сентиментальные теории вдруг заставляют вас дрожать? «Если фантастичные понятия о душе и дьяволе были бы действительны, то они могли бы внушить страх. Но так как это просто плоды болезненного воображения человечества, то, кажется, нечего бояться». «Но вы», — прервал его, — «ведь вы верите в существование души». «Я? Но я ведь болен, мой друг», — резко засмеялся князь. «Неужели вы этого еще не заметили?» «Чрезмерная ученость свела меня с ума. Наука взяла меня в такие бездны новых открытий, что не мудрено, что я лишился рассудка, и в минуты безумия верю в существование души». Я глубоко вздохнул. «Прощайте, я иду спать. Я утомлен и да нельзя несчастен». «Бедный миллионер», — ласково проговорил Лусио. «Я сам искренне сожалею, что вечер так печально окончился. Однако, если мои убеждения, мои безумные теории правильны, то я владелец единственной положительной частицы, оставшейся от умершего графа. Я выиграл его душу. Но куда мне обратиться за уплатой этого долга? «Если бы я был сатана, вы бы порадовались», — ответил я деланной улыбкой. «Нет, Джеффри». И в звучном голосе Лусио послышалось нечто таинственное и грустное. «Если бы я был сатана, я горевал бы. Всякая падшая душа невольно напоминала бы мне о моем собственном падении, о моем отчаянии. Она погрузила бы меня на одну ступень дальше от рая. Подумайте, ведь сатана был ангелом когда-то». Князь улыбнулся. «Однако я поклялся бы, что в его глазах стояли слезы». Я горячо пожал ему руку, сознавая, что, несмотря на его деланное равнодушие и цинизм, судьба молодого Линтона глубоко потрясла его. Мое влечение к нему еще возросло от этого убеждения. Раздеваясь, я старался не вспоминать происшествия вечера. И мало-помало успокоился. В конце концов, я ведь почти не знал графа, и его смерть не могла особенно огорчить меня. С этими мыслями я улегся в постель и вскоре заснул. Но к рассвету я внезапно проснулся. Кто-то тронул меня рукою. Я задрожал. Холодный пот выступил на моем теле. Комната была сравнительно темна. Посреди ее стояло нечто светлое, вроде столба, дыма и огня. Я вскочил, протер глаза, как бы не веря в действительность того, что вижу. В нескольких шагах от моей постели я различил три облика, закутанных в каком-то темном одеянии. Они стояли столь величаво, неподвижно, и в темные мантии спадали такими тяжелыми складками, что было невозможно различить, были ли это мужчины или женщины. Я опять протер глаза, приписывая это видение оптическому обману. Но нет, оно оставалось. Дрожа всеми членами, я протянул руку к звонку, желая позвать кого-нибудь на помощь, когда внезапно голос, тихие и переполненные бесконечные муки, остановил меня. Моя рука бессильно опустилась, а раздалось одно только слово — «Мизерия». Это слово было произвесено с таким резким выражением упрека, что я чуть не решился чувств от ужаса. Один из призраков двинулся ближе ко мне. Из-под тяжелого черного колпака блеснуло лицо, белое как мрамор, с отпечатком столь глубокого отчаяния, что у меня вся кровь застыла. Тяжелый вздох, вызванный, казалось, жгучей агонией, раздался. И опять то же слово задрожало в ночной тишине — «Мизерия». Почти обезумев от страха я вскосил с постели и придвинулся к этим незнакомцам, чтобы заставить их объяснить свою неуместную шутку. Но внезапно все трое подняли головы и обернулись ко мне лицом. Что это были за лица? Отпечаток смерти лежал на них. Опять то же слово раздалось, но в этот раз произнесенное шепотом ужаснее всякого слова. «Мизерия». Я кинулся на них со стервенением и натолкнулся на пустое пространство, и призраки стояли по-прежнему неподвижно и грозно смотрели на меня. Пока с киснутыми кулаками я колотил воздух через них. Я почувствовал на себе их взгляд, упорный, презрительный и безжалостный взгляд, который вонзился в мое тело, как огненная стрела. Содрогаясь от волнения, я отдался приливу безвыходного отчаяния. «Мой смертный час настал», — подумал я. «Но вот страшные губы одного из них начали двигаться». Я не хотел расслышать его слов. Какой-то сверхъестественный инстинкт подсказал мне, что они будут ужасны. И, собрав свои последние силы, я закричал «Нет! Нет! Подождите! Не предсказывайте мне мои ужасные участи!» Борясь с пустым воздухом, я попытался оттолкнуть от себя отвратительных призраков, отчаяния взгляд которых проникал в мою душу. Я издал отчаянный вопль и, подняв руки кверху, упал в какую-то черную непроглядную бездну. Как прошло время до утра, я не знаю. Я ничего не чувствовал. Наконец я проснулся или, вернее, пришел в себя. И видал, что солнце приветливо смотрит мне в окно и что я лежу в постели в таком спокойном положении, как будто я и не вставал с нее. Неужели это был сон? Но какой ужасный сон! Я не мог приписать его нездоровью, так как чувствовал себя как нельзя лучше. Я продолжал лежать без движения, припоминая происшествие ночи и устремляя взгляд на то место, где стояли призраки. В последнее время я так привык все повергать к хладнокровному анализу, что когда локей принес мне мой утренний кофе, я уже вполне убедился, что это просто был кошмар, вызванный должно быть трагическим случаем с графом Линтоном. Я лениво протянул руку за газетой. Увы. Смерть молодого вельможи не подлежала сомнению. О ней было извещено в кратких словах, так как детали еще не успели поместить. Не желаете ни на одну минуту допустить возможности этого? Я поторопился с ответом. Конечно, если вы рекомендуете имение, то стоит осмотреть его. Я поеду туда при первой возможности. Ваше описание крайне привлекательно. И родина Шекспира невольно притягивает меня. Но неужели вы сами не хотите приобрести эту прелесть? Лусио засмеялся. Я не уживаюсь долго на одном месте. Во мне кочующая кровь и страсть к перемене. Вам же я предлагаю вилла Смир по двум причинам. Во-первых, потому что оно действительно красиво и изящно. А во-вторых, потому что вы селите в лорду Эльтону глубокое уважение к себе, когда он узнает, что вы покупаете это имение. Почему? А потому, что вилла Смир некогда принадлежал Эльтону, спокойно ответил Лусио. Впоследствии граф попал в руки евреев и расставщиков, а они отобрали у него имение за долги. Распродали почти все картины, фарфоры, редкости. А теперь продают самое имение за 50 тысяч фунтов. — Мы сегодня обедаем у Эльтонов, не правда ли? — спросил я. — Да. Неужели леди Сивилла произвела на вас так мало впечатлений, что вы забыли, в какой именно день вы приглашены? — Нет, я не забыл этого, — ответил я после медленностного молчания. И я куплю вилла Смир. — Я немедленно пошлю телеграмму моему поверенному. Будьте добры, дайте мне адрес этих жидов. — С удовольствием, дорогой, — ответил Лусио, подавая мне письмо, в котором говорилось про имение. — Но мне кажется, что вы действуете опрометчиво. — Может быть, имение не понравится вам. Лучше поезжайте сперва и осмотритесь. — Даже если усадьба была бы совершенно разоренной, то я купил бы ее, — ответил я стремительно. — Я покончу с этим делом сейчас. Сегодня же вечером я хочу объявить ворду Эльтону, что я будущий владелец Сивилла Смиро. — Прекрасно, — ответил князь. — Я люблю вас, Джеффрис, за быстроту, с которой вы всегда действуете. — Это превосходно. Преклоняюсь перед решительностью. — По-моему, даже если человек решился идти в ад, то пусть он идет туда прямо, без молений, без колебаний. Я засмеялся. И мы расстались очень довольны друг другом. Ремонесс поехал в клуб. А я составил телеграмму моим поверенным с приказанием немедленно приступить к покупке имения «Вилла Смиро», несмотря ни на цену, ни на какие-либо другие препятствия. Вечером, когда пришлось одеваться к обеду, мой локей Моррис, должно быть, подумал, что я капризней всякой кокетки. Для такой степени было трудно мне угодить. Однако, окончив свое дело с примерной терпеливостью, Моррис обратился ко мне с вопросом, который, должно быть, долго занимал его. «Простите за нескромность», — начал он, «но вы, должно быть, заметили, что в Камердинере князя есть что-то странное и очень неприятное». «Амел действительно угрюм», — ответил я, «но мне кажется, что в других отношениях он хорош». «Не знаю», — ответил Моррис степенно, «но когда он находится внизу между нами, он делает поразительные вещи. Поет, танцует и играет, как будто в нем кроется целый легион актеров». «Неужели», — удивился я. «Вот никогда бы не ожидал». «Значит, он очень забавный», — добавил я, не понимая, чем недоволен Моррис. «Конечно, забавный», — согласился Камердинер, задумчиво потирая себе нос. «Казалось бы, на первый взгляд, что Амел миел тише воды, ниже травы. Но вы бы послушали, как он ругается, уверяя, что он только следует примеру наших лордов. Вчера вечером он даже занялся гибнотизмом. От одного воспоминания меня пробирает дрожь». «Что же он делал?» — спросил я не без любопытства. Он посадил в кресло одну из горничных и начал пристально смотреть на нее с сатанинской улыбкой на губах. «Право» был похож скорее на черта, чем на человека. Горничная в обыкновенное время эта тихая скромная девушка вдруг встала и начала танцевать вперва медленно, потом быстрее и быстрее поднимая юбку так высоко, что было прямо неприлично. Мы хотели бы восстановить ее, но не могли. Амел указывал на нее пальцем, продолжал ей хильно улыбаться. Наконец раздался звонок номер 22, это номер князя. Амел схватил несчастную девушку, усадил ее в кресло и замахал руками. Она сейчас же пришла в себя. Вообразите, она даже не знала, что только что танцевала. Звонок раздался второй раз, и коммердирник князя убежал. Я засмеялся. Во всяком случае, Амел не лишен юмора, сказал я. Я никогда бы этого не подумал. Однако все это не важно. Как не важно, Василик Моррис? Сегодня горничная совсем больна. Она все время вздрагивает, работать не может. Я боюсь, что она потеряет место. Нет, сэр, верьте мне, тут что-то неладное. Положим проделка Амела с этой девушкой пустяки. Но объясните мне, что он делает с остальными служащими князя? Как что делает? У князя свой повар, и Моррис начал отсчитывать по пальцам два лакея, которые служат у стола и конюх. Итого шесть, не правда ли? Однако, кроме Амела, ни одного из них никогда у нас внизу не видно. Повар присылает обед в горящих костюлях, неизвестно откуда. Два других лакея показываются только, когда надо служить у стола. Там же неизвестно, где стоят лошади князя и где живут кучер и конюх. Во всяком случае, в гостинице их нет. Все это очень подозрительно. Эти замечания почему-то раздражили меня, и я перебил Морриса. — Какая у вас отвратительная привычка заниматься делами, которые до вас не касаются, — сказал я. — Не все ли равно, где находится служащий князь? Да, во всяком случае, он платит им достаточно, чтобы не тревожиться мелкими дрязгами. При том, князь — любитель путешествий, и его вкусы необыденные. Если Амел вам неприятен, мы можем избегать его. Только ради бога не выдумывайте таинственности там, где их нет. Моррис глянул на меня, тихо пробормотал. Я сказал, слушаюсь, и я понял, что он решил больше меня не беспокоить. Однако его суждения о выходках Амела показались мне довольно забавными, и когда мы с Лусиево уселись в карету, чтобы ехать к лорду Эльтону, я передал ему вкратце мой разговор с Моррисом. — Амел не всегда в силах покорить свой темперамент, — засмеялся князь. — В нем иногда сидит какое-то без веселья. Разве удивился я? Как я ошибся в нем? Мне казалось, что Амела чересчур спокойный нрав. — Наружность бывает обманчива, — заметил Лусиев. С этими словами мы остановились перед крыльцом богатого дома Эльтонов. Лакей в красной плюшевой ливреи с напудренной головой передал нас с рук на руки другому такому же лакею, похожему на него, как две капли воды. Этот второй экземпляр провел нас наверх, с таким видом, как будто говорил. Подумайте, до чего жестокая судьба может унизить великого человека. В гостиной мы застали Лорда Эльтона, стоявшего спиной к пылающему камину. В нескольких шагах от него в низком кресле сидела изящно одетая девушка с очень маленькими ногами. Я сразу заметил ее ноги, так как они были сильно выдвинуты вперед, и пышные волны, красивые нижние юбки, нисколько не скрывали их. В комнате была еще одна дама, сидевшая чересчур прямо со сложными руками на коленях. Лорд Эльтон сперва представил нас ей. Шарлотта, представляю вам моих друзей, князя Лусио Риммонез и мистер Джеффри Темпест. Господа, моя невестка мисс Шарлотт Фитцрой. Мы поклонились. Дама ответила сухим поклоном. Это была старая дева, внушающая уважение, с выражением не то благочестия, не то жеманности на желтом лице. Казалось, что раз в жизни она увидела нечто очень неприличное и никак этого не могла забыть. Сжатые губы, круглые, беззащитные, бесцветные глаза и хроническое выражение оскорбленной нравственности еще усиливали это впечатление. Невозможно было долго смотреть на мисс Шарлотт и не призадуматься над вопросом, что могло случиться в ее далекой молодости, столь неприличной, что следы оскорбления так ясно отпечатлелись на ее лице. С тех пор, однако, я встретил многих англичанок из высшего круга с тем же выражением лица, и оно перестало удивлять меня. Молодая барышня, которая затем представил нас в граф, во всех отношениях служила контрастом с старой дамой. В ее миловином лице было и веселье, и кокетство. Когда мы поклонились ей, она улыбнулась приветливо и дружелюбно. «Мисс Дьямина Чезни», быстро проговорил граф. «Князь, вы верно встречали отца барышни и по меньшей мере и слыхали о нем?» «Это знаменитый Чезни, один из крупнейших жизнодорожных тузов». «Конечно, я его знаю», радушно ответил Лусева. «Кто его не знает?» «Я встречался с ним довольно часто в Вашингтоне, и хорошо его помню. Очаровательный человек, полный жизни и юмора». «Неужели?» И в голосе мисс Дьями послышалось пренебрежение. «Я не нахожу отца очаровательным. Для меня он нечто среднее между контролером и таможенным офицером. Когда я вижу отца, мне кажется, что я сейчас должна куда-то ехать, от него дышат железные дороги. И я говорила ему не раз, что он был бы красивее, если бы не носил на себе отпечатка железной дороги. И где бы уловили в нем юмор?» Лусио засмеялся в ответ на неуважительное суждение дочери американского миллионера, но подтвердил свое мнение. «Я с вами не согласна», откровенно продолжала девушка. «Пожалуй, от того, что я частенько слышала от него, те же анекдоты. Так что для меня они не имеют прелести новинки. Отец рассказывает их принцу Валийскому при первом удобном случае, но меня он оставляет в покое. Конечно, он умен, я не стану этого оспаривать, так как он нажил свои деньги гораздо скорее других. И насчет его жизненности вы правы. Один его смех чего стоит?» Веселые глаза девушки сверкнули. «Вы находите меня непочтительной», продолжала она. «Но папа не похож на благородных отцов театра. Он просто воплощение железной дороги и уважение от меня не требует». «Но почему вы не сядете?» И кокетливо перевернув головку хозяину, она добавила. «Лорд Эльтон, заставьте их съесть!» «Я не люблю, когда мужчины стоят. Притом и такого высокого роста», обратилась она к Лусио, красивая наружность которого заметно понравилась ей. «Мне надо поднимать голову так высоко, как будто я смотрю на луну». Лусио рассохотался и уселся рядом с ней. Я последовал его примеру. Старый граф продолжал стоять, растопырев ноги перед камином, с широкой улыбкой на сморщенном лице. Диана Чезни была, без сомнения, очаровательна, как большинство американок. Ее ум и внешность привлекали мужчин, не возбуждая в них, однако, сильной страсти. «Итак, вы знаменитый мистер Темпес», сказала она, оглядывая меня с нескрываемым любопытством. «Вы очень довольны, а? Я нахожу, что не стоит иметь деньги без молодости, а то все состояние уходит на докторов и лекарства». Я знавала одну старушку, которая получила наследство в сто тысяч фунтов, когда ей только что минуло девяносто пять лет. Бедняжка, как она плакала. Она сразу поняла, что для нее богатство пришло слишком поздно. Старушка с постели уже не вставала и ничего более не требовала, как чашку чаю с копеечной булкой. Она больше ни в чем не нуждалась. «Сто тысяч фунтов на покупку копеечных булок – это действительно много!» – засмеялся я. Прелестная Диана тоже засмеялась. «Я думаю, у вас больше требований, не правда ли, мистер Темпест?» «Ваши годы еще стоит быть богатым!» «Я слыхала, что вы теперь один из самых состоятельных людей мира!» Мисс Чезни сказала это так наивно, что нельзя было обидеться ее любопытству. «Пожалуй, я действительно один из самых богатых!» – ответил я и невольно подумал, «Как еще недавно я был в числе самых бедных! Но вот мой друг, князь Лусева, еще гораздо богаче меня!» Неужели американка уставилась на Лусева, которая ответила на ее взгляд с нисходительной полунасмешливой улыбкой. «Значит, мой отец в беднях в сравнении с вами! Вероятно, весь мир у ваших ног!» «Вероятно!» – повторил Лусева спокойно. «Но подумайте, милая мисс Чезни, как в сущности легко покорить мир! Вы на этот счет должны быть опытны!» И он подчеркнул свои слова выразительным взглядом. «Вы хотите сделать мне комплимент?» – невозмутимо ответила барышня. «Вообще я не люблю их! Но в этот раз уж так и быть! Я вам прощаю!» «Пожалуйста!» – сказал Лусева, глядя на нее с такой очаровательной улыбкой, что мисс Чезни невольно остановилась, как бы пораженная его изряду выходящей красотою. «И вы тоже молоды, как мистер Темпест!» – заметила она наконец после довольно продолжительного молчания. «Нет, я гораздо старше его!» «Неужели?» – вмешался в разговор лорд Эльтон. «Я никогда бы этого не подумал. Не правда ли, Шарлотта?» Мисс Фицрой медленно подняла к глазам свою черепаховую лорнетку и критически осмотрела нас обоих. «Мне кажется, что князь старше мистера Темпеста», – произнесла она с холодной учтивостью. «Но на осень немного!» «Во всяком случае, – заметила мисс Чезни, – вы достаточно молоды, чтобы наслаждаться своим богатством, не правда ли?» «Молод ли я или стар?» «Это как вам будет угодно!» – ответил Луся почти пренебрежительно. «Но богатством своим я не наслаждаюсь!» Лицо американки выразило крайнее удивление. «Что могут дать деньги?» – продолжал Лусио с широко раскрытыми зрачками и тем странным выражением ни то умиления, ни то тоски, которая не раз поражала меня. «Они действительно покорят мир!» «Но что стоит мир?» «Это клочок презренной материи!» «Богатство служит лишь зеркалом для созерцания человеческой натуры в ее худшем виде!» «Люди ежатся перед вами, льстят вам и лгут двадцать раз подряд в надежде умилостивить вас и выгодать что-нибудь для самих себя!» «Принцы крови охотно забывают свое положение и унижаются перед вами в надежде занять у вас денег!» «Ваши личные достоинства не принимаются в расчет!» «Ваш полный карман служит вам рекомендацией и в министерствах, и в дворцах!» «Вы можете быть круглым дураком, похожим внешностью на шимпанзе, но благодаря звону вашего золота вы приглашены на завтрак к королеве, если только вы этого желаете!» «Наоборот, допустим, что вы действительно великий человек, то есть храбрый и терпеливый, что в вас кроется искра гениальности, придающий жизни и силу, и стоимость, что ваши мысли превращаются в творчество, которое переживут многие царства, но вы бедны, и вы будете отвергнуты всеми презираемы новыми богачами, торговец, у которого вы покупаете домашнюю утварь, будет смотреть на вас с высоты своего величия, так как он, благодаря нажитым деньгам, катается по праздникам на собственной четверке в парке, а вы нет. Богатые выскочки любят унижать людей, которые умом и достоинством стоят несравненно выше их. Но если вы сами по себе выдающийся человек, стремительно переживала его мисс чезни, и владеете к тому же бессмертным богатством, согласитесь, что это очень хорошо!» Луся засмеялся. «Я отвечу вам вашими же словами, вы хотите сделать мне комплимент, но я утверждаю, что даже когда богатство выпадает на долю достойного человека, мир преклоняется перед ним не ради его достоинства, а ради его миллионов. У меня, например, масса друзей, которые, в общем, не мои друзья, а друзья моего кошелька. Мое прошлое интересует их так же мало, как моя настоящая жизнь. Болен я или здоров, счастлив или несчастлив, до этого им дела нет. Если бы мои мнимые друзья знали меня ближе, то это было бы, пожалуй, лучше. Но меня они не желают знать, их намерения просты и несложны. Они хотят выжить из меня крайнюю долю выгоды для самих себя. И я поощряю их и даю им даже больше, чем они требуют. В звучном голосе Луся послышалось что-то несказанно грустное. И в этот раз не только мисс Чизин, но и мы все посмотрели на него невольно, как бы привлеченные какой-то таинственной загадкой. Последовало краткое молчание. «Редко кто имеет настоящих друзей», заметил, наконец, лорд Эльтон. «Мы все могли бы последовать примеру Сократа, у которого в доме всегда было два стула. Один для меня, — говорил он, — другой для друга, когда я его найду». «Но вас, Луся, все любят. Вы страшно популярны, несмотря на то, что вы чересчур строги к нам. В конце концов, люди обязаны заботиться о себе, не так ли?» «Конечно», — согласился Луся. «Тем более, что, судя по слухам, Бог перестал заботиться о них». Мисс Фитцрой казалась недовольной последним замечанием, но старый граф расхохотался. В ту же минуту в соседние комнаты раздались легкие шаги, и мисс Чезни встрепенулась, перебрала свои ножки и села прямо. «Это Сибила», — сказала она, как бы извиняясь. «При Сибилии я не смею лежать в кресле». Мое сердце усиленно забилось, когда женщина, которую поэт прозвал бы «богиней сновидения», на которую я считал предметом роскоши, доступным для моих средств, взошла вся, одетая в белом, без всяких украшений, кроме золотого кушака, редкая старинная работа, охватывавшая ее изящную талию. На ее груди между кружевами был приколот букетик душистых фиалок. Леди Сибила показалась мне еще красивее, чем в первый раз. В ее глазах было что-то глубокое, недостижимое. На ее щеках играл яркий румянец, а улыбка, которая нас приветствовала, была просто ослепительна. Малейшее ее движение возбуждало во мне такой прилип страсти, что у меня закружилась голова. Мысль, что эта красавица, несомненно, будет принадлежать мне, показалась мне неуместной. Я совсем уже не был уверен в том, что мое богатство будет в силах свергнуть с ее педестала эту эмблему девственной невинности и красоты. Но в действительности мы, мужчины, слишком легковерны, и никто из нас не подозревает, что сердца этих невинностей, на взгляд женщин, уже носят в себе зародыш порчи. Вы опоздали, Сибилла, строго заметила мисс Фисрой. Неужели, ответила красавица, нисколько не смущаясь, мне очень жаль. Папа, вы, кажется, превратились в ширму. Лорд Эльтон быстро отодвинулся в сторону, внезапно осознавая, что до сих пор он один пользовался огнем. Вам не холодно, мисс Чезни, продолжала леди Сибилла с умышленной участивости. Не хотите ли ближе придвинуться к огню? В присутствии дочери дома американка ведьма Рабелла. Благодарю вас, пробормотала она, скромно опустив веки. Мы потрясены таким ужасным известием, мистер Темпест, продолжала леди Сибилла, глядя на Лусио скорее, чем на меня. Вы, должно быть, прочли об этом в газетах. Наш добрый знакомый граф Тлинтон застрелился вчера ночью. Я невольно вздрогнул. Луси укоризненно посмотрел на меня и быстро ответил. Да, в газетах было объявление об этом. Только вкратце, я слегка знал графа. Да, продолжала леди Сибилла. Он был помолвен с одной моей подругой. Я думаю, что для нее это избавление, так как, несмотря на то, что в обществе лорд Линтон был весьма приятен, он, кажется, много играл и, верно, быстро растратил бы ее приданное. Но и его невеста неутешна. Она непременно хотела быть графиней. Значит, вмешался разговор мисс Сезни, лукаво улыбаясь, не одних только американок прельщает титул. С тех пор, что я здесь, я уже видела несколько милых девушек, согласившихся выйти замуж до настоящих олухов, только для того, чтобы им говорили ваше сиятельство или ваша светлость. Старый граф издал что-то вроде одобрительного смеха, но леди Сибилла, глядя в пылающий огонь, продолжала говорить, как будто никто не прерывал ее. Конечно, моя подруга еще выйдет замуж. Она молода и красива. Но я думаю, что помимо титула она была влюблена в Линтона. «Какие пустяки, Сибилла!» — резко прервал ее старик. «У тебя страсть во всем видеть что-нибудь романтическое. Я думал, что сезон выездок вылесит тебя. Твоя подруга прекрасно знала, что Линтон развратник, и несмотря на это, приняла его предложение. Когда я прочел в газетах, что он застрелился на извозчике, я понял, что и умереть-то он не мог, как следует. Испортить коляску несчастного извозчика для удовлетворения каприза — это более чем неуместно. Однако не стоит говорить о нем. Во всяком случае, его жена была бы очень несчастна». «Это более чем вероятно», ответила леди Сибилла задумчиво. «Но иногда любовь существует», прибавила она и как бы нехотя подняла свои чудные глаза и посмотрела на Лусио. Но князь не обратил на нее внимания и взгляд девушки упал на меня. «Что выражало мое лицо, не знаю, но яркая краска выступила на щеках леди Сибиллы, и легкая дрожь пробежала по ее телу. Потом она сильно побледнела. В эту минуту дверь вновь раскрылась. «Ваше сиятельство, обед подан», — объявил старый буфетчик. «Прекрасно», — и граф обратился к нам. «Князь, предложите руку мисс Кисрой, мистер Темпест. Моя дочь выпадает на вашу долю, а я последую за вами с мисс Чезни». «Сходя по лестнице с леди Сибиллой, я не мог не удивляться степенному тону, с которым Лусио рассуждала о священных вещах со своей дамой. Его похвалы и восторги крайне удивили меня после всего, что я от него слышал. Но я решил, что он просто в шаловливом настроении, что ему захотелось подшутить над убеждениями старой девы. Всего, что он говорил, я не расслышал, так как мы уже входили в столовую, и я уселся рядом со своей очаровательной дамой. Обед прошел таким же порядком, как во всех больших домах. Вначале все было холодно и натянуто. К жаркому гости немножко отошли. А атмосфера была теплее и веселее только тогда, когда принесли десерт, и было почти пора вставать. Разговор сперва весь вялый, оживлялся все более благодаря веселому настроению Лусева. Я употреблял все усилия, чтобы занять Леди Сибиллу. Но, как большинство модных красавиц, она слушать не умела. Она была очень холодна и неотзывчива. К тому же я убедился, что особенного ума у нее не было. Она не была способна долго интересоваться одним и тем же. И как многие барышни высшего света, она внезапно уплывала в какую-то неизвестную бездну, нисколько не стесняясь выказывать полное равнодушие к разговору окружающих. Однако некоторые ее замечания ясно показывали, что под ее обаятельной наружностью скрывался цинизм и презрение к мужчинам. Несколько раз ее слова уязвили меня, но, несмотря на это, я еще тверже решил добиться ее руки и заставить ее гордый дух преклониться передо мною миллионером и гением. Я действительно в это время считал себя гением. Да простит мне Бог эту наглость. Но, во-первых, я верил в безграничность своего ума, а во-вторых, я знал, что для моего богатства все достижимо. Я был вполне уверен, что могу купить славу с той же легкостью, как купил бы цветок в магазине. Я был также уверен, что могу купить любовь. Желая скорее достичь желанной цели, я приступил к действиям. — Вы, кажется, жива ли в вилла в мире? — обратился я к графу. Лорд Эльтон внезапно побагровел и быстро выпил глоток шампанского. — Да, да, оно раньше принадлежало мне, но потом надоело. Надо иметь целую орду людей, чтобы содержать замок в надлежащем порядке. — Я так и предполагал, ответил я покровительственно. — Мне придется нанять многофисленную свиту, так как я намерен приобрести это имение. Холодное спокойствие леди Сибилы наконец нарушилось. Она страшно взволновалась, а старый граф уставился на меня с таким изумлением, что я побоялся, как бы его глаза не выскочили из орбит. — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! — Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!